Антон, прости, можно спросить тебя об одной вещи? Не прощу, не за что. Самый большой труд заключается в самовоспитании, в самоорганизации, в самоопределении, в самостоятельности. Труд над собой, это трудно, поэтому я тружусь. Я не работаю, я тружусь, потому что это трудно. И вот труд над собой, он самый трудный, труд из всех трудов. Поэтому начинать нужно с себя, спасти себя сам, и тысячи спасутся вокруг. Следить за каждым своим словом. Пулеметы гатлинга выключаем, батарейки вынимаем, ленты ложим в шкаф, закрываем на замок. Каждое слово на вес золота. Если человек неосознанный, если человек не осознал, кто он есть на самом деле, никакие документы не помогут. Я в какой-то малинник попал. Ура, Германия проснулась. Как он называется? Шлагбаум, да, по-русски будет? Ой, итальянский выскакивает. Мы, как русские, только начали. Сделаем с Барбарой встречу. И все документы переведены на русский язык. И примут их себе под кожу. Выгоняют людей из квартиры. Мы хотим применить эти документы. Уточняю в терминах. OPPT, One People Public Trust, переводится на русский язык. Доверительное управление единого народа. Это уже распространилось на другие страны. Ляфи Давид, который имеет очень большую силу. Ко мне тут же обратились немцы. Они увидели, им понравилось. И у них это получилось. Вывели из своих трастов рождения 30 миллионов долларов. Чудеса тут творятся какие. Но система все это заметила. Каждый должен просто проявить волю и сделать свой выбор. Даже есть детские группы OPPT. Вот об этом я не слышала на русском пространстве. Так кто у нас переначивает, так это ты все время. Девчонки, не ссорьтесь. Это не тема нашего разговора. Агрессия это самое худшее прохождение урока. Дай, пожалуйста, время этому научиться. Мы тоже простые люди. Нет времени учиться. Нету. В процессе мы в пути. Я этим всем занимаюсь. Один причем. А где ваши мужчины? Муж объелся груш. Ну это муж объелся груш. А где мужчины? Очень много интересных людей вокруг тебя. А вот тут в первую очередь переменуй. Ну сходи, сделай. Сделай действие. Прояви свою волю. Будьте творцами. Своё творите. Хватит в чужие чаты залазить. Творец через эту ситуацию тебя заставил буквально. Стать творцом. Добра и мира учителям нашим. Если есть стадо, есть пастух. Не наоборот. На другой чаше весов обязан появиться пастух. Потом думаю, нет, надо разобраться с ситуацией. Я сегодня не в форме. Не в форме, не в погонах. Смысл ясен? Так точно. Ну я бы хотел вот этот разговор провести в обратном формате. То есть я вам буду вопросы задавать всем. А, ну тогда я включаю все телефоны. Все-все-все включаю в таком случае. Консентри, севары. Сейчас я функции-то поменяю здесь внутри. Что-то народу нету. Что, мы только втроем. Ну у нас такая перепалка. У нас тоже был сложный сейчас день. Не знаю, почему, с чем это связано. В группе такое началось. Я не знаю, с чем связано. Не знаю, что там у тебя. Я вчера была на твоем эфире по каннам. Скачала. Вот, заходят уже. Скачала. И пока еще не запись, да? Или запись у нас идет уже? Ну я пишу со своей стороны. А, ну все. Тогда я, наверное, тоже пишу. Пишу, под запись ставлю тоже. Вчера была очень классная зум по поводу канонов. Я их скачала и начала читать. Особенно вот каноны Божественного права. Как там все просто объясняется? Вообще про магию, колдовство, воздействие. Действительно. Так, вот, заходят, заходят. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Привет. Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Так, и что? Каноны, каноны. Да, каноны – интересная вещь. Вчера по этому поводу эфир был. Ну, я не знаю, что это за фишка. Но там очень много информации. Там очень много информации на самом деле. Я не знаю, насколько достоверный этот перевод, да? Который был у вас в папках. Но интересно почитать, хочу тебе сказать. Повышает сознание. Ну, советую сначала начать именно с завета единого неба. То есть, где-то найти перевод. У Пелеховой вроде, не помню, у кого там говорится. У кого-то есть русский перевод. Найду, потом добавлю по этой ссылке. Хорошо, я найду, если что, я добавлю. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Так, еще Родимира заходят. Еще заходят потихоньку. Собираем. Я в какой-то малинник попал. Одни девочки. У нас мальчики тоже есть. У нас есть мальчики. Где ваши мальчики, наши девочки? Мальчики. Один Петр мне сказал, что очень хотел присутствовать на вашей встрече. Ну, сейчас занят со статусом. Не сможет, наверное. Может, подойдет позже. Потом должен Владимир. Не знаю, сможет из Казахстана. Но у нас есть мальчики. У нас Аргентины. Просто у них такое расписание, понимаете, со временем, что может... Иногда бывают они, иногда не бывает в зуме. Есть мальчики? Ну, у нас уже шестеро. Есть кого-то расспрашивать? Потому что сегодня мы хотим провести несколько в другой форме. Не как предыдущий мост, да? Больше Антону интересно задать вопросы. Живому человеку, хозяинами имени Антон, хочется задать вопросы. Участникам и представителям группы АППТ. Ну, реальным представителям группы АППТ, кто уже начал декларировать и делать вообще документы, и понимание свое осуществлять. Вот еще, пожалуйста, участники заходят. Тихоньку спускаю. Опять ты неправильно произнуешь. У меня нет в самоопределении слова «человек». Живой мужчина, хозяин имени Антон. Живой мужчина. Да, кстати, вот вчера об этом вы тоже говорили. Мужчина и человек. Там же тоже целая история понятия мужчины. Извини. Живой мужчина, хозяин имени Антон. Вот так будет правильно. Я понимаю, что мозги это как бы сопротивляется, социальные устои и все остальное. Но, как говорится, как назвался, так и называйте. Все. Это принцип самоопределения. Сам определил. Не вы за меня определяете. Так, давайте сделаем следующим образом. Подключайте, пожалуйста, все микрофоны, кто не говорит. Режим тишины нужно соблюдать. Потому что это все потом скажется на звуке, на записи. И будет неинтересно смотреть, если у кого-то где-то там что-то стучит, где-то кто-то конфетку ест, шелестит и все остальное. Взял слово, включаешь микрофон, поговорил, отключаешь микрофон. Так, у меня миллиард вопросов к вам. Что такое вообще ОППТ и как оно возникло? Ну, что, тишина. Ну, хотя бы конфетку разверните. Что, никто не знает, что такое ОППТ? Слово организатору даем. Слово организатору. Она у нас... Сначала не хотели слова, теперь давайте слов. Что такое ОППТ? Давайте расскажу в двух словах. Кто-то же ведет. Да, расскажу в двух словах. Ну, на самом деле, это молодое такое направление ОППТ. И оно поднялось... Вообще первые попечители, которые создали и документы, и обратились к разрушению, в общем-то, корпоративной системы, известные они на территории Америки. Это был 2011-2012 год, где они нашли все возможные лазейки, и как, каким образом доказать и с помощью документов объявить о том, что все корпоративные большие структуры на сегодняшний момент не имеют никакой законодательной власти в мире как таковы. И они эти документы подали. В общем, с этого все и началось. И организовали это движение. Движение, направление, скажем. Потому что, можно сказать, каждый заходит в это направление по своему личному желанию, по желанию своей свободной воли. И в Италии это движение, это направление было также поддержано, потому что один из представителей, попечителей этого траста, Хизер, приезжала в Италию. И, соответственно, скажем так, воспламенило сердца людей, это идеи, и подключились другие люди. Они тоже стали заниматься в 2012 году. Но там есть как бы определенное поднагодное, на основе чего сделаны эти документы. Но если мы говорим об истории, то это немножко так. И таким образом это движение вспыхнуло, в том числе и в Италии. И в прошлом году в связи с барановирусной ситуацией вновь это движение поднялось вверх, то есть имело свой интерес. Вот, грубо говоря, на сегодняшний момент это направление предлагает, во-первых, документы реальные, которые помогут вам взаимодействовать с системой, так как они созданы на основе определенных законов, и они помогают взаимодействовать с системой. И второе, эта система предлагает унифицированные документы, чтобы обращение к системе осуществлялось с различных точек зрения, то есть от различных людей, и оно было как бы одинаково, напоминалось одинаковый документ. Поэтому, в общем-то, просьба и желание системы в пяти использовать документы, унифицированные для тех, кто желает именно от этой системы заявить о себе. У нас эти документы есть, они в сайте, они вывешены, они переведены уже на русский язык, кстати, сейчас на этой неделе заканчивается редактирование. Они существуют на английском и итальянском языке, но, конечно, в каждой стране существует так называемый материальный перевод или перевод, который можно использовать дополнительно для того, чтобы подать в своей стране. Ну, мы ориентируемся, скажем, на три мировых языка, английский, русский и итальянский, и эти документы у нас в сайте предоставляют. Ну, вот, скажем так, в общем, я сказала, чтобы не быть очень длительной в своих разговорах, монологах. Ну, в двух словах не получилось у тебя сказать. Не получилось, в двух, вот как-то в трех, в трех. Так, 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 на русском языке есть перевод документов? Да. А что, в прошлый раз не выслали? В прошлый раз не были готовы. На этой неделе закончен перевод, редактирование, и на следующей неделе мы вывешиваем уже и в группе, и в официальном сайте. А мне можете прислать потом, да, русский вариант? Да, конечно, автоматически. Подскажи, у тебя какие из этих документов есть? Чем пользовалась? Я, у меня все документы, первые четыре основных документа, I am, но я не буду сейчас по-русски, сразу назову их по-английски, потому что они имеют английский код, да, и, соответственно, в русском языке у них будет другое название. Ну, по сути, воля изъявления о самоопределении, правильно? Да, воля изъявления, и еще три документа специально отсылаются, и существует первый так называемый e-mail, где подписанные фиолетовой ручкой и красными чернилами оставлены энергетический отпечаток одного из пальцев в руки, эти документы готовишь, сканируешь и отсылаешь по первому e-mail в Ватикан и в различные силовые структуры, которые считают нужным. У нас даже есть список, куда их отсылаешь в первый раз. Я это уже сделала месяц назад. Должно пройти 28 дней, и структура, система должна тебе ответить, если да или нет. Вот если нет ответа, значит, система приняла твои документы. Ну, вот пока никто мне ничего не ответил, стало быть, я буду действовать дальше. Документы использую, использую. Например, у Чичичи один из коммерческих, универсальный коммерческий код, да, и законы универсального коммерческого кода я использую для откидывания коллекторов, да, которые приходят долги выбивать. Вот это у меня есть уже опыт работы и для уничтожения штрафов на машину, например, и так далее. Ну-ка, про коллекторов расскажи, как они приходили и чем ты отбилась? Какой картой? Коллекторы приходят под дом, они звонят тебе прям в звонок, и если у тебя нет, оставляют сообщения, что мы здесь были, наш телефон для контакта такой-то. Если они тебя застают, соответственно, по логике ты должен их впустить, то есть согласиться на том, что ты с ними будешь общаться. Для того, чтобы с коллекторами не общаться, тебе надо провести диалог сразу же, когда он тебе звонит. Ну вот, в общем-то, когда мне позвонил коллектор, а мне говорили, что ходит какой-то один, по какому причине, я не знаю, вроде у меня долгов нет, но все-таки. Он позвонил в дверь, и я ему сказала, что согласно коммерческому коду на территории 2013 года все действия организации по выбиванию долгов до 2019 года считаются бандитской деятельностью. Я им это произнесла словами. После этого он скуксился, сказал спасибо за информацию и убежал. Все, и никакого документа не использовал, просто сказал. Почему до 2019? Ну, вот так. 2019, 2020 год, потому что у нас, как бы, долги начинают собирать после трех лет от их исполнения. Три года должно пройти, и с трех лет, после трех лет коллекторы в Италии начинают свою активную деятельность. Вероятно, то есть с 2019 года это был 2021, чуть укоротилось время, значит, два года. Просто не знаю, о чем он хотел со мной говорить. Я поэтому так сказала, но у меня нет долгов до 2019, скажем, вообще больше никаких, поэтому мне было даже интересно, о чем он со мной был беседовал. Но я не хотела его пускать, потому что я знала, если я его впущу в дом, то, значит, я соглашусь на то, что у меня есть долг, и я как бы уже, ну, согласна с ним взаимодействовать. Это ясно. Смотри, давай уточним, судебные приставы есть, а есть коллекторы. Кто к тебе приходил, коллекторы или судебные приставы? Я думаю, что это коллектор, не судебный пристав. Коллекторы. А коллекторы, я просто подумал, ну, ввиду перевода, думал, что ты имеешь ввиду судебных приставов. С коллекторами у нас тоже тут все просто. У нас тут даже закон вышел, что они вообще-то не могут общаться и все такое. Короче, им прикрыли всю эту лавочку. А. Да. И сейчас это у нас все эти функции взяли на себя судебные приставы. Они ходят, выбивают все в течение трех лет ввиду срока давности. Если они за три года ничего не взыскали, исполнительное производство закрывается. Ну да. Вопрос в другом. С судебными приставами были какие-то успехи? У меня, могу рассказать, был судебный пристав. Но это не... Еще я не была в этой пяти. У меня сгорела машина в 2019 году. Я не знаю, по какой причине. Я успела выйти из машины. Но дело не в этом. Я ее поставила на паркинг. на публичный паркинг. Потом ее с паркинга арестовали, потому что нельзя было без страховки держать сожженную машину. И в итоге ко мне пришел судебный пристав и сказал, что мы конфисковываем вашу машину, потому что она находится очень долго в депозите. Судебно. так как я не могла за него заплатить. А зачем мне машину вообще с женой? Зачем ее вытаскивать оттуда? Я сказала, возьмите ее и все. То есть они забрали за долг, за депозит мою машину. Я говорю, ну, слава богу, вот мой опыт с судебными приставами. Они приходили и взяли сжженную машину. Ну, Елен, ты не тот опыт рассказываешь. Ну, как опыт, но если с другими судебными приставами нету. Меня интересует опыт успешного использования документов ОКПТ. Мне зачем вот это вот? Кто-то кому-то что-то отдал, ну и хрен с ним. Ну, ты еще расскажи, как ты в детстве в песочнице игралась. Ну, зачем это? Я серьезно. Девчонки, если вы так будете долго отвечать на все мои вопросы, у нас недели не хватит на это, чтобы вы смогли... Ну, тоже мотив, мотив, чтобы применять. У меня еще не было. Ну, так и скажи. Нет, все. Вон, Ната Дэви что-то пишет, что итальянцев были. Можешь пояснить? Давай. Ната Дэви. Да, привет. Привет. Ну, вот то, что я слушала, когда я была на Zoom с итальянцами, они рассказывали, кто-то от ипотеки отбрыкался, там один парень от финансаментов, от как он по-русски, как это по-русски будет, от кредитования, то есть ему больше просто не писали. Они от них отстали и все. Такие случаи, смотри, такие случаи, ясно, такие случаи и в России есть, но если начинаешь копаться и докапываться до всего, то вдруг выясняется, что были судебные решения, вынесены судебные, какие-то дела были, возбуждались, вынесены решения, человек просто не в курсе этого был, а когда я у него запрашиваю, дай мне свои персональные данные, свои персоны, я сам проверю, я захожу на сайты суда, мирового, городского, и вижу, что были заседания, были вынесены решения, захожу на сайт судебных приставов, выясняется, что были возбуждены исполнительные производства, там это все висит, то есть они разыскивают активы, всякие там карточки, имущество и все остальное данной персоны, а человек и знать не знает об этом, потому что ему просто неинтересно, либо он не знает, как это найти, и когда мы это все выясняем, я говорю, сколько прошло, он говорит, год, я говорю, ну это еще не факт, у них еще два года есть, чтобы добраться до каких-то активов. Ну, Антон, смотри, а вот то, что там написано в течение 28 дней, вы должны ответить мне, и ответа не приходит, это не не воспринимается как молчаливое согласие о том, что это принято, как законом стало, нет? Потому что мы все равно делаем контракт, когда посылаем там свои документы. И можно дать нам ответ в течение 28 дней, если они не отсылают. У меня, вот смотри, такой был опыт, личный, он маленький, я начала, значит, с того, что мне пришел запрос от автострады проплатить сумму, которую я просто не проехала. То есть, что было? Я ездила прошлым летом в горы, и у меня, значит, поднялся на автостраде вот это вот, как он называется, шлагбаум, да, по-русски будет. Вот, он у меня, значит, поднимается, сам по себе, я говорю, чудеса тут творятся, какие, спасибо, господи, меня бесплатно пропускают, но бесплатно не пропустили. Они, значит, мне прислали на следующий год отрезок, оттуда я из Турина выезжала и ехала в горы, они мне присылают чип за весь прогон, все это страдо, то есть, непонятно, там, если бы я заплатила бы сама 20 евро, мне приходит счет на 60 с лишним. И я, значит, тоже делаю, там, в рамочку все беру, ну, вот, как в трибунале в народном суде, я еще в группе составил народного суда, они учат, как правильно делать документы закону, то есть, это все должно занеститься в рамочку. Секундочку, Маргарет, будь добра, выключим микрофон. Благодарство. Заносится все в рамочку синего цвета, потому что синий цвет это в морской закон. Пишется протокол красными, красными, этими самыми, протокол номер такой-то, и я, значит, пишу, кто я такая, я там живая женщина, ну, все вот это в мое волеизъявление, и, значит, я запрашиваю, и я им пишу, я прошу вас пересчитать, так как у вас, они мне написали, что у нас были телекамеры, и мы видели, откуда вы выехали, вот вы нам должны столько-то, столько-то. Я говорю, хорошо, ребята, если у вас есть телекамеры, и вы видели, откуда я выехала, вы, значит, видели, откуда я въехала. Поэтому я согласна оплатить свой проезд, но я согласна его оплатить именно то, что я проехала, то есть, откуда я выехала, куда я въехала, откуда въехала и куда выехала. Вот, я им отправила это, так как у нас сейчас ни в одной бумажке мы не можем найти ни этих самых, ни печати, ни росписи, кто это пишет, что это пишет. Я так и написала, значит, автострады СПА, то есть СОЧЕТА ПЕРАЦИОНИ акционарное общество будет. Вот, и, значит, ответ мне пришел. Мне пришел уже ответ пересчитанный, там вообще копейки мне насчитали, то есть даже меньше, чем если бы я заплатила вот от одного шлагбаума до другого вот этой платной дороги, мне пришло даже меньше. не знаю почему, но вот ответ пришел. Уже была подпись директор такой-то ФОЧЕНКИ ФУНКЪОНОНЫ, это, значит, по-русски исполняющий обязанности, вот, исполняющий обязанности такой-то автострады, и он мне уже написал, что мы пересчитали по вашей просьбе, т-т-т-т-т. Вот такой вот опыт у меня был. Это лично, что произошло со мной. То есть они мне ответили и пересчитали. Все очень приятно было. Несмотря на то, что я там писала «Своё воле и удивление», «Живая женщина», «Душа в теле» и все такое прочее. Ясно. Девчонки, понятно. Второй опыт. У меня тоже я в банк сейчас отослала письмо по моему финансированию. Мне еще до сих пор не ответили. Они мне написали на мейл по почте. Я у них просто запросила. Не то, что я не хочу выплачивать, но я хочу, чтобы вы мне предъявили документы. Откуда вы взяли деньги на мое финансирование? На финансирование моего кредитования. Потому что, ну, как мы знаем, что банков не существует, но в любом случае они должны что-то ответить. Вот. Пока ответа не поступало. Написано было просто на мейл. Но если это письмо не приходит по почте, оно не с уведомлением, оно считается нелегитимным. Я могла его получить, могла не получить. Так как письма по почте заказного не пришло, по e-mail они мне, значит, написали. Мы получили тут такое странное от вас письмо. Мы дадим вам все ответы на ваши вопросы. Но, говорят, приложите вот сейчас ваши документы, там фискальный код на вот этот налоговый, ваш итальянский там этот паспорт и все такие дела. На что я им, естественно, не ответила. Вот это мой личный опыт. Но у меня еще такой вот, такая мысль у меня свербит, и мне кажется, это будет более разумно, потому что мы, как русские, только начали недавно. Итальянцы уже это все делают давно. Антон, может быть, ты захочешь, вот мы сделаем действительно с Барбарой там эту встречу, то есть с организатором человека, который в Италии это все организовал. И вот тогда они расскажут все реальные, их опыт, какой у них был. Вам будет легче общаться. Она порой все разговаривает? Мы будем переводить. У нас есть девочка-переводчик, которая очень профессиональный переводчик, хорошо будет переводить. И я предлагаю, давай вот так вот встретимся, потому что тебе действительно интересно, какой опыт, и им тоже. То есть таким образом мы быстрее пойдем, нам быстрее будет понятно, что и как дальше делать. Девчонки, первое, научитесь коротко разговаривать. Если мне будет что-то неясно, я задам вопросы поясняющие. Вы мне рассказываете в таких подробностях, что вы просто не представляете, что такое видеомонтаж. Каждое слово, произнесенное вами, мне потом при видеомонтаже придется переслушать как минимум в шесть раз. Ну да, видеомонтажом я точно не занималась. Вот вы меня никогда не поймете, пока не смонтируете хотя бы одно видео. Поэтому краткость сестра с таланта. Каждое слово на вес золота, даже еще намного дороже. Потому что каждое слово, произнесенное вами, потом будет в шесть раз больше времени потрачено мной. Это раз. Второе, по поводу Барберы, да, хорошая мысль, давайте встретимся, не вопрос. И третье, это не надо зациклить на меня все. Это не мне, не только мне интересно. Это я тружусь во всеобщее благо. Это всем интересно. Это, если вы уж, скажем так, совпало так, что мы все созвонились, вы все русскоговорящие, у вас там пошла процедура по переводу документов на русский язык, так давайте донесем до русскоговорящего населения всю эту информацию. Да, Антон, я поэтому говорю, тебе интересно, потому что у тебя вот этот круг людей, уже есть эта публика. Поэтому, я тоже смотрела твои видео, знаю, что это самое, что ты доносишь. И мы тоже самое хотим донести из Италии. Поэтому я говорю, ты, то есть в твоем лице ты донесешь всем остальным, естественно, только поэтому. Вот, такое мне показалось. Можно мне сказать? Можно мне сказать? Антон, дело в том, что мы действительно еще не готовы выходить на широкую русскую публику. Дело в том, что документы Барбары очень сложные, очень энергетически сильные, поэтому они должны быть переведены корректно на русский язык, без коррупции. То есть в содержании не должна закрасться ни одна ошибочка. Это сделать сложно. Это займет время. Кроме этого, мы должны понять, или мы должны донести до русской публики, что документы ОППТ нельзя вот так вот сейчас взять и использовать. Если человек неосознанный, если человек не осознал, кто он есть на самом деле, никакие документы не помогут. То есть нужны люди, которые действительно с этими документами ознакомятся и примут их себе под кожу. Потому что даже если человек пошлет документы, и через два дня у него, или через месяц, у него какая-то ситуация образуется с кем угодно, и он не будет знать, о чем это, эти документы не сработают. Вот мое мнение. Это все ясно. Вопрос в другом. Интересная фраза, конечно, под кожу. Документ под кожу. Я это называю приобрести знания, потом эти знания осознать, а потом только действовать. То есть никак иначе. Будешь действовать без знаний, без осознания, натворишь беду. Можно? Так, что-то я хотел сказать. Так, 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 так. Сейчас. Просто вы, я вот реально, девчонки, я, мне просто по 20-30 звонков поступают, плюс еще видеомонтажи делаю. У меня просто голова кипит. Вчера эфир был, это 4 часа. Просто, когда я начинал три года назад, вокруг меня были женщины, в основном пожилого возраста, и у них, как говорится, у большинства был очень большой словарный запас, точнее, именно запас слов. И они их постоянно выговаривали. И когда мы ходили в видеопоход, я просто уставал их там останавливать. Одна, вот я разговариваю с полицейским, на важную тему разговариваю. Идет видеозапись, тут же женщина там справа, как начинает его грузить, да ты, да то, да то, да сё, да это, да так, да так. Я говорю, пожалуйста, остановись. Я ему задал важный вопрос. Нужно, чтобы на видео было слышно его ответ. Пока я ее останавливал, вторая слева завелась. И вот я вот так вот их одну, каждую очередно останавливал. Я это называю пулеметы гатлинга. Даже не знаю, что делать в такой ситуации, я смотрю, сплошные женщины вокруг сейчас, ну вот сейчас присутствуют, ну не получается это, коротко разговаривать. Не знаю, давайте свободную форму это общение. У кого какие вопросы есть? Ну потому что, я так понял, опыт это я не вижу конкретного, русского перевода нету. А, вот что я хотел сказать. Ваши бумаги очень пригодятся, нужно искать именно практическое применение. А как ваши бумаги могут пригодиться? Я думаю, в первую очередь тем, кто захочет уехать за рубеж или там путешествие, или на ПМЖ и так далее. То есть при пересечении границы и проживании там, нахождении за границей, им скорее всего вот эти бумаги ваши именно в английском, в итальянском варианте очень пригодятся. Можно в этом направлении подумать, какой пакет документов предоставить русским жителям, которые смогут распечатать там, ну что это, пройти определенную процедуру, и уже на таможне показать не паспорт Российской Федерации, а вот этот документ и все нормально у него будет. И уколов не будет, и проедет нормально. Я думаю, применительно к этому это будет очень актуально, потому что сейчас очень многие страдают из-за того, что не могут выехать за рубеж, потому что всякие вот эти тесты, там уколы и все остальное, и неизвестно, что там будет. И плюс мало того, что их отсюда могут не выпустить, так их еще и в ту страну, к которой они прилетят, могут не впустить. То есть туда-сюда мотаться, да еще с детьми, это вообще неприемлемо. А тут нужно, если будет определенный инструмент с вашей стороны, то я думаю, очень многие ухватятся за эту штуку и, естественно, наверное, будут тестировать сначала по одиночке, а потом уже вместе с семьей. До того, как использовать эти документы при въезде в другую страну, нужно пройти длительную процедуру. Я не знаю, говорили вам или нет о том, что сначала нужно послать один пакет документов, подождать 40-30 дней, потом второй пакет документов, опять переждать месяц, потом заполнять другие документы, очень сложные для понятия, для перевода и для осознания. Так что это сложный длинный путь, но я думаю, когда этот путь закончится, то сменится полностью, сдвинется парадигма этого человека. Настолько они сильные, настолько они духовные и заряженные очень-очень такой правильной энергией. Ну, не вопрос, я думаю, народ будет готов вот это все подождать, хотя я не вижу причин для ожидания. потому что вот мы на налоговой тестировали, сейчас, сейчас, подожди, Лен, я вижу, дайте тему закончить, не надо прыгать с темы на тему, потому что мы в налоговой тестировали, то есть живой мужчина от руки написал, что там какую-то справку они хотели выдавать, они говорят, пиши заявление. Он взял простую какую-то бумажку, там, какой-то черновик и от руки на красную ручку написал, предоставил какую-то информацию на электронную, такой-то в течение 24 часов. Документы, хотя они категорически отказывались всячески выдавать, отправлять, что-то, вообще ничего. До тех пор, пока он не написал воле заявления. Он написал, ему пришло что-то там в течение 22 часов, то есть они уложились. Я не вижу причин ждать, ожидать так много времени при отправке ваших бумаг. Елена? Ну, я же сказала вначале, что документы практически готовы, они сейчас редактируются, практически все документы переведены на русский язык. Самый сложный документ, о котором говорила Наталья, который сложный для понимания, это само волеизъявление. Там действительно надо пока посидеть. Вчера целый день тоже сидели. А в этом плане... Для чего мы ускорились, прости, я закончу. Для чего мы ускорились? Дело в том, что эти документы на сегодняшний момент будут применены реально в России для одного дела. Выгоняют людей из квартиры, мы хотим применить эти документы. Поэтому мы ускорились в переводе. То есть на следующей неделе документы уже будут в доступе. У меня администратор сайта уже запросил их тоже на прикрепление в архив. Ясно. Дело хорошее, помочь семье. Вопрос в другом. Что с вашей стороны нужно делать? Вам не только нужно помогать, но и освещать весь этот процесс. То есть нужно записывать видео, видеоинтервью с этой семьей, с кем-то, правозащитником, адвокатом, я не знаю, кто там присутствует, люди, которые рядом находятся, чтобы они тоже это все рассказывали. Что, привычку выпускать, так называемый дайджест, раз в неделю новости о PPT. То есть что происходит, вот там сейчас запускаем процесс тестирования документов, перевели на русский язык, тестируем в России, там такая ситуация, об этом видео вот там, уже, которое отснято. То есть это все нужно освещать, держать людей в курсе. не в такие конференции устраивать, которые там по 3-4 часа и не каждый способен смотреть это, тем более мотать на нужную тему этот. Короткие ролики, вон Камчатский регион, YouTube канал с Камчатки, они сейчас выпускают буквально там 10, максимум 15 минут дайджест и рассматривают основные новости Камчатки. То есть Альтернатива СМИ запустили. И народ начинает немножко это смотреть. То есть ну всем уже понятно, что вот даже у нас здесь в Сургуте местные СМИ они тут что только не придумывают. И прямые эфиры какие-то, и трансляции. Хотя 3 года назад мне уверяли по телефону, что у них нету вообще прямых трансляций и не предвидится. А сейчас они поняли, что их вообще никто не смотрит. Не то, что по телевизору, даже в интернете их никто не читает и не смотрит. Они решили выйти в прямой эфир. Но так выходит, что их там смотрит 1-2 человека. Вы представляете, 380 тысяч населения города Сургут, а их прямой эфир смотрит 1-2 человека. Это о чем говорить, что они уже надоели всем. Народу нужна другая альтернативная информация. А где ее взять? Все лезут в интернет. А там что? А там ОППТ на английском и итальянском, а на русском нет. Над этим надо трудиться. Русскоязычные это видео. Галина тянет руку. Рус. Всем добрый день. Привет. Я хотела сказать по поводу что в наших силах. В наших силах передать основную концепцию этого ОППТ. Что нет государств и что есть такие документы юридически правовые и историю как это все произошло. Потом в Италии происходит много чего. Переводить эти... Вначале мы так как мы создали два месяца назад мы решили что более важно перевести на русский язык. я согласна с тем что живой пример он очень помогает но у каждого своя жизнь и каждый не успевает это делать это не основное пока нету человека который бы взял бы это и сделал бы по крайней мере те видео которые как опыт применения этих документов есть в ОППТ в Итальянском на Итальянском очень много единственное что чтобы это сделать быстрее передать этот опыт и показать его на Итальянском видео можно субтитры никто у нас не умеет делать или если кто делает пока не вызвался делать а можно просто краткое описание но я не думаю что это будет прям ну это будет хоть что-то скажем так потому что основная концепция это донести до сознания что государства нет что рефия как частная лавочка так же как и все остальные было записано в свек в 2017 вот это самые основные вещи есть еще видео ой итальянский выскакивает есть еще факты как я видела русских адвокатов которые расследовали и увидели как через конституцию как там через тоже некоторые хитрости русской конституции сделали Путин который не имеет власть народную он не имеет права давать кому-то власть а она была передана тем не менее ну в такой скрытой форме нашим судьям и это тоже может помочь а дело в том что когда люди знают об этих документах уже сама концепция начинает развиваться и от этих документов могут происходить какие-то действия насчет того что ты предложил очень правильная вещь я с тобой согласна что это надо пробовать ну как попробуем так и сделаем нет не пробовать делать или не делать не пробовать ну смысле не пробовать ты правильно говоришь пробовать и делать дело в том что я хотела неправильно высказала свои мысли как появится такая ситуация сделаем постараемся дело в том что например могу рассказать такие факты как отказаться от штрафа как поставить ну от любого штрафа там машину не туда поставил или пришел штраф уплаты такие опыты есть как невыплачивание ипотек невыплачивание у нас тут был налог на машину тоже то же самое можно налог на машину не выплачивать свет свет газ вода вот такие вещи они уже в практике и так как у пипетти итальянская они 8 лет назад это все переварили мы только начинаем переваривать и вникать и осознавать то у них очень хороший канал они очень много что рассказывают показывают и помогают и именно вот такая помощь массовая приводит к тому что вот сейчас более 4 тысяч в этой группе ну в этом явлении дело в том что это уже распространилось на другие зарубежные на другие страны Германия Америка все сотрудничают очень все посылают когда пишут волеизъявления например если хотят послать письмо от мы есть мы посылают собирают именно подпись каждого кто хочет в этом участвуют и отсылают таким большим головам как испанский король Трамп бис посылали поэтому этим явлением можно снести большие головы сейчас я вот сейчас не знаю у меня в эти дни была загрузка очень большая по-моему уже сделали афи-давид девочки потом подтвердят девочки мальчики мужчины и женщины живые по-моему сделали афи-давид который имеет очень большую силу афи-давид которые все время в той же манере когда как работают как взаимодействуют с системой задают вопрос и система ну система скажем министерства все типы министерства все типы они должны ответить или да а если они опровергают должны предоставить документы что это могут опровергнуть и по истечении 28 дней по законам у Чичи если это не будет опровергнуто значит становится законом вот таким образом создали или уже мне кажется уже создали надо глянуть нету времени посмотреть именно это афи-давид который дать возможности этого явления использовать его на любой территории планеты и это очень сильный документ вот и как сказать методы взаимодействия какие в первую очередь осознание что нету государств что они были исключены с 12-го года но по умолчанию продолжают существовать поэтому мы видим что происходит с банками и во-вторых именно метод взаимодействия скажу так по-простому вы хотите чтобы я выполнила эти ваши требования я обязательно их выполню только предоставьте мне документы вашей легитимности вот так в простой форме я объяснила метод работы действия с системой вот ясно Лена по-моему да хотела сказать Лена Фролов нет добро тогда я скажу смотрите по поводу перевода видео вообще по поводу видео русскоязычных вам не обязательно свои видео снимать вам даже наверное пойти лучше другим путем вот я расскажу на своем примере когда в октябре прошлого года вышло видео победа живого мужчины в так называемом суде РФ или волеизъявлений я хочу вот ко мне тут же обратились немцы они увидели им понравилось они сразу обратились говорят давай мы его переведем на немецкий я говорю давайте что я сделал когда загружаешь ютуб ютуб автоматически формирует субтитры к видео к каждому то есть он пытается перевести все сказанное я зашел скачал эти субтитры сам их подправил ну потому что ютуб криво их составляет в общем я их сам подправил потом залил обратно в ютуб распределил по таймкоду чтобы сказанное соответствовало тому что изображено на экране и потом это видео вместе с субтитрами отправил им они и вместе с файлом субтитров подправленным они взяли эти субтитры перевели на немецкий и потом на этот же видеоряд наложили те же самые субтитры произнесенные голосом на немецком языке все видео на немецком языке готово и они мне прислали у меня есть точно такое же видео только на немецком языке вот то же самое и вам можно если вы этого всего не умеете делать у вас там не хватает знаний либо программ каких-то еще что-то есть так называемые биржи фрилансеров там это все делают за копейки ну скажем так за приемлемые денежку делают я сам периодически обращаюсь фрилансером потому что сам раньше был фрилансером и занимался этим то есть я делаю и переводы и программы писал и чем только не занимался постоянно у компа был а потом вышел на такой уровень что я просто у меня там три ноутбука стояло они работали а я ходил отдыхал своими делами занимался то есть фрилансеры можете ставить задачи фрилансерам изучите эту тему что такое биржа фриланса вот я пользовался fl.ru и там можно найти тысячи добровольцев которые готовы за минимальную сумму там это это все сделать вы им ставите задачу описываете они выполняют по выполнению они вам присылают результат нарезку там или еще как-то отдельный кусок вы проверяете да действительно все подходит все устраивает отправляйте денежку они вам присылают конечный результат все задача решена выкладывайте в youtube готовое видео времени это намного меньше отнимает чем если вы сейчас сами сядете там соберетесь начнете обсуждать этот 5-6 часов не придете к общему мнению потом еще будете там еще эти субтитры еще что-то короче нужны добровольцы я-то я там готов взяться все берись чем можем поможем то есть вот таким методом можно зайти а второй метод это вот нужен творческий человек который сам готов взяться все все это сделает это все самостоятельно где надо я подскажу что как сделать составляет субтитры вытаскивает их на итальянском переводит на русский потом делает озвучку на русском поверх итальянского видео и все размещайте у себя присылайте мне русский сегмент подхватит и везде распространим берете я говорю самые главные самые главные и самые популярные видео 3-4 штуки и все их запускайте потом у вас пойдет это все вы научитесь отработаете но самое главное это вот эти самые главные самые популярные видео запустить тогда вас узнают антон можно немножко вернуться спасибо большое это была просто отличная идея я думаю что в нашей ситуации потому что объем материала огромен настоящий звуковой перевод сделать будет невозможно а с титрами можно как-то начать начать уже работать можно я вернусь к одному очень интересному факту об АППТ ну чтобы чтобы ты чтобы еще раз как бы подчеркнуть серьезность этого 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 движения явления движения Хизер Хизер когда Хизер в 12-м году полностью создала все эти документы и отправила их значит через некоторое время я думаю уже через несколько лет у нее появились соратники очень серьезные которые решили значит силу силу документов использовать именно именно в том направлении чтобы получить свои деньги из трастов свидетельства рождений и у них это получилось два два человека в Америке вывели из своих трастов рождения по суммы превышающие по-моему один вывел около 30 миллионов долларов и другой тоже начал но но система все это заметила и к сожалению Хизер попала в тюрьму потому что Хизер по своей профессии адвокат и она выступала адвокатом того человека кто выводил эти огромные суммы из траста вот и там по-моему с 18 года Хизер находится в тюрьме но сейчас в мае этого года ее начинают потихоньку оттуда выпускать потихоньку это значит что сейчас в данный момент с 10 мая она находится в другом более открытом каком-то помещении тюрьмы и скоро скоро ожидается ее выход на волю и конечно когда она выйдет на волю я думаю пойдет новая волна огромная такая волна этого этого движения можно я поправлю потому что информацию даешь не совсем верную извините слышно меня Хизер сейчас находится дома Барбара Банкус не разговаривала она находится на домашнем аресте вот и дело в том что Хизер сказала я свое дело сделала я вам открыла окно теперь кто так как сейчас универсальный закон это народное право и извините сейчас я сегодня не в форме я спала два часа сейчас я вам лучше более четко скажу как это правильно выразить извините меня не в форме не в погонах не в форме не в погонах два часа спала или полтора даже толком сама не знаю сколько спала универсальный закон общее право и у чичичи библиоторговли теперь является управляющими законами а что звук выключила сама себе выбила говорю с телефона звонила поэтому выбила меня вот в сущности самое важное что Хизера сказала что ответила Барбаре я открыла окно теперь так как в мире каждый должен просто проявить волю и сделать свой выбор и так именно и происходит каждый идет своим путем именно к той свободе и осознанию что живой и эта планета и все ресурсы принадлежат живому человеку Хизер она эксперт у чичичи и когда были проведены исследования по банковским делам каким-то там это я уже точно не помню но знаю что это было именно так они втроем с двумя другими адвокатами она была главным экспертом у чичичи обнаружили это мошенничество и всю историю вы можете существовать потому что она у нас поставлена в группе можете прочитать историю я тебе высылала Антон может быть это был еще не тот момент чтобы ты обратил на это внимание сейчас я думаю ты более обратишь это внимание Галина Русс посылала я посылала посылала тебе небольшое сообщение где была именно история именно вот этого момента раскрытия этого мошенничества и каким образом это произошло как этим трастом который основан на конституции 1776 года американской был закрыт все трасты без права выкупа выкупе право сейчас имеет только единое народное явление тот кто проявляет волю и в начале это было каждый человек был просто живой и мог отстоять свой суверенитет а вот чтобы именно поменять парадигму необходимое именно чтобы было слияние всех вот таких вольных живых мужчин и женщин как и положено по естественному праву божьему праву божественному извините Галина а почему явление это траст явление мы есть а траст это он публик траст естественно вы знаете перевод мужчины и женщины и дети имеют право на на ресурсы всей этой планеты примерно так а на основании этих четырех документов делаются другие документы это четыре документа более изъявления заявления док дор дор и дот потом объясним их значения но на основании этих четырех документов итальянская группа создает много других документов как ДНРИ РЕМИДИ РЕМИДИ это документ который используют механизмы той же системы так как они по умолчанию восемь лет уже девятый год идет не объявили об этом траст кстати вот Торы Джимели американские две башни почему свалились потому что в этот день должно было провозглашено об этом трассе вот почему Торы Джимели уничтожили потому что там на каком-то этаже Галина и Галина они были уничтожены на 11 лет раньше в 2001 году а трасс вышел в 2012 а там было там что было там насчет да они были уничтожены да все правильно в 2001 году а там как рассказывали должно было быть провозглашено какое-то дело насчет Низара Чазара что-то такое вот я извиняюсь я устала я перепутала все правильно спасибо за поправку все правильно ты сказала в 2012 там было оповещено в марте 2013 суд отказался принять и не суд а кто кто там отказался принять эти документы и извините я уставшая так что прощайте меня я потом подготовлюсь получше расскажу этот факт и только после в ноябре 2020 подали в другой суд 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 не помню какой ладно потом я расскажу эту информацию подготовлюсь чуть больше вам расскажу ну где-то так просто явление почему я говорю явление потому что по этому трасту каждый свободный живой мужчина или женщина должны соединиться в одно целое не типа этого а вот так оно и есть или уточняю в терминах OPPT One People Public Trust переводится на русский язык точный перевод это не траст а это единое народное общественное управление почему мы унифицируем документы и объединяемся теперь не каждый отдельный человек борется с системой или коммуницирует а уже большим движением направлением поэтому вот это очень важно уточнить поэтому объединение людей может решить изменение парадигной мира ты знаешь в слове Trust я не вижу слова управления в слове Trust оно произошло от английского Trust доверять когда произносит в основном когда произносит слово Trust имеется ввиду именно доверительное управление почему у вас слово доверие переросло не просто в доверительное управление а просто управление мне не ясно ну потому что единое народное общественное управление куда туда доверительное еще ставить можно я скажу извини Леночка дело в том что почему употребляет Trust потому что в 12-м году Хизер исключив все государства и все трассы они же вначале создали трасс на основании 1776 года вот и потом она этот траст так сказать подарила всемирному народному управлению понимаете она как бы перевела как бы как правильно сказать этим трастом она закрыла все трасты и управление передала живым мужчинам женщинам и детям который проявит свою волю это есть доверие никакое не управление никакое не управление траст потому что существует документ этот документ есть траст и в этом заключается вся суть ОППТ она в этот траст ввела все богатство мира и передала людям почему называется One People Public Trust потому что в английском языке One People это есть один человек и есть народ в одном слове два понятия One People один человек One People весь народ вы еще неправильно произносите название не просто One People а One People's то есть там апостроф С это означает принадлежность к чему-то то есть доверительное управление единого народа согласна именно Антон Антон да и единого народа и одного человека одновременно нет People это люди народ это не один человек нет People это и один человек тоже и то и другое можете проверить Первый раз первый раз такое слышу Человек Man Human People это люди человек название People's People's в том что я говорю это кто у нас переначивает так это ты все время Девчонки не ссорьтесь это не тема нашего разговора по поводу давайте следующие вопросы YouTube у вас есть канал я что-то так и не услышал не ясно по поводу YouTube канала есть только на итальянском и мне очень нравится как они работают каждый документ новый который они делают они делают открыто они и участвуют в YouTube канале даже если там лайков вы не увидите и 400 и 100 и 500 человек было и очень долго делают когда даже там по 2 по 3 4 часа делают очень много участников потому что это открытое явление и каждый может высказать здесь Катерина которая следит ну например составляет какой-то новый документ на основании этих 4 и с YouTube тоже пишут свое мнение и потом это мнение зачитывается и кто имеет желание проявляется желание участвовать в составлении документа и есть очень прекрасные специалисты юристы сейчас подключились медики очень интересные люди с огромными знаниями итальянского языка латинского языка с знаниями эзотерическими с знаниями технологическими но с многими очень интересными люди они когда участвуют за этим даже просто ну прекрасно потому что осознаешь мощь и силу этих документов ну я в этом смысле так как мы это еще ничего не переводили и невозможно передать просто мое мнение желательно чтобы каждый потом составил свое мнение увидев это и поэтому в первую очередь как ты предлагаешь продемонстрировать на русском языке чтобы было видно каждому и каждый смог бы принять свое вывести свое мнение и принять свои решения использовать эти документы это всего лишь механизм это всего лишь ключ к перестройке этой парадигмы это еще один ключ их можно его это его нужно использовать естественно на каждой территории есть свои так сказать еще существующие государства со своими законами вот которые естественно они по умолчанию стараются делать вид что ничего не произошло и на этом на незнании продолжает на незнании большинства продолжает свое существование поэтому и и конституционные права все разные нужно просто отталкивать от того что сейчас мы вас знакомим с этим фактом пробовать их использование пробовать в том смысле осознание Галина ты наверное не присутствовала когда мы разговаривали наверное позже подключилась я дважды просил отвечать коротко если у меня будут поясняющие вопросы я их задам на вопрос если у вас ютуб канал я бы ответил да есть на итальянском языке точка это все необходимое сообщено необходимое достаточное информация вместо этого я слушаю лекцию на 5 минут непонятно о чем не тратьте пожалуйста не тратьте пожалуйста мое время я тружусь не для себя если бы у меня было свободное время я бы с тобой с удовольствием пообщался и с вами со всеми но я тружусь во всеобщее благо у меня каждая секунда дорога дай пожалуйста время этому научиться мы тоже простые люди нету времени учиться нету благодарствую все равно ты прав но я благодарствую и пожалуйста имей терпение нам тоже нелегко благодарствую так подождите ютуб канал есть я так понял на итальянском ссылку пришлите пожалуйста в чат Елена слушаем на прошлой неделе то есть на этой неделе в среду мы уже провели одно занятие и записали его на ютуб канал на сегодняшний момент мы пользуемся каналом который есть он называется реншементу итальянов для русских именно видео и там мы будем публиковать в том числе и переведенные переводы единственное что я хотела сказать что у нас нету аудио на итальянском для переводов на русский у вас к сожалению большинство свидетельств только аудио либо написанным так что нам надо просто набрать видеотеку наша задача сейчас набрать видеотеку чтобы опубликовать эти видео вот первый случай который сейчас произойдет с Петровым вот мы его будем публиковать как первый как нонсенс и он будет на территории России поэтому я немножко ускорилась мы немножко ускорились с документами с переводами чтобы помочь ему и сделать хотя бы первый первый видеоряд ясно ясно можно трудиться сразу в нескольких направлениях если у вас очень много аудио на итальянском языке что с ними можно сделать во-первых отдать фрилансерам перевести на русский язык это раз потом эти аудиофайлы на русском языке через социальные сети распространить обязательно подписывая что у ППТ такая-то тема аудио такое-то чтобы это было вшито в название файла потому что многие пересылают какой-то неизвестный там что-то там ваф что-то непонятно какие-то цифры и типа там на 3 часа и типа это все вот мне такое присылают я даже не смотрю и не слушаю и не открываю у меня нету времени разбираться что это и о чем это если человек совершенно не осознает что он таким образом отбирает время у других людей которым он там тысячи человек переслал и получается все каждый должен потратить время чтобы разобраться вместо того чтобы потратить одну минуту максимум и написать коротко о чем это аудио это тоже очень важный момент второе что с этими аудио можно сделать из них можно видео сделать то есть как я делаю записанный разговор с кем-то мне кто-то звонит то есть присутствует только аудиозапись я это аудио загоняю в программу и накладываю какие-то картинки из этого делаю видео то есть идет получается видеоряд из картинок о том о чем говорят в этом аудио вот вам видео готово таким образом вы можете аудио во первых из итальянского в русский перевести сделать русский вариант а потом еще из этого русского варианта аудио еще и итальянский вариант сделать видео и итальянский вариант это русского видео поэтому вот в разных направлениях можно двигаться то на что гораздо я я этим всем занимаюсь один причем во во сколько тут раз два три 4 5 6 7 7 7 человек как минимум то что еще обсудим вопросы а в воду субтитров хотел сказать тоже очень важный момент если есть youtube канал на итальянском вы им скажите чтобы они ко всем своим видео я не знаю кто там этот хозяин администратор канала им там везде можно в комментариях написать выйти на них короче сконтачиться написать очень важную вещь в россии очень популярна тема живых и тема вот оживление живых там человеков суверенов все такое добавляйте у них наверняка эти субтитры автоматически формируются на итальянском языке на youtube так вот им надо сказать чтобы они зашли там минутное дело зашли на youtube в творческую студию там управление видео и перевести итальянские субтитры на русские в автоматическом режиме там 20 секунд трудов то нажал две кнопки и все и русские субтитры готовы все вот это видео на английском на итальянском языке но с русскими субтитрами уже можно распредел это отправлять русскоязычным слушателям благодарствую отличный совет это тоже я все делаю один по самые популярные видео это сижу днями ночами субтитры составляю а потом перевожу это все на на все языки мира и это начинает тогда видео вверх начинает ползти вот видео извини пожалуйста можно спросить теперь а для тебя твой youtube канал это в принципе уже наверное является каким-то доходом да или он сам себя окупает или он тебе немножко дает какой-то заработок а у нас извини у нас нет финансов это абсолютно без непрофинансированное движение то есть как мы можем платить фрилансером на какие деньги объясни мне поясняю восемь лет не работаю официально и как-то существую три года из этих восьми лет последних занимаясь правозащиты то есть стал на такой довольно таки интересный путь в кавычках опасный и два года занимался правозащиты вообще без всякого финансирования а только за последний год включил монетизацию то есть монетизация она не так что включил и все и пошел доход а это еще нужно там это нарастить подписчиков правильно уметь там настраивать субтитры делать ну короче чтобы это правильно рекламу настраивать это это все делать со временем вот только только сейчас выхожу на более менее нормальный этот доход о чем вы говорите я 8 лет безоплатно это ну три года вот именно по правозащите я безоплатно тружусь можно сказать спасибо большое спасибо мы поняли а можешь хоть в двух словах озвучить приблизительно цены на допустим на ну надо титры у фрилансера мы от чего-то отталкивались так ну последнее что я заказывал у меня было видео там мне звонил человек который вот я хотел на его примере показать и он дал добро то есть мы с ним разговаривали и он очень много лишних слов задавал я ему короткий я ему пояснял говорю короткий вопрос короткий ответ вместо этого мне на одно слово там отвечал в 10 в 20 в 30 раз больше слов чем нужно я заказал фрилансеру сказал мне нужно этот полностью транскрибацию то есть все все произнесенные слова перевести в текст и посчитать их количество сколько он слов произнес сколько я и ну то есть это мало того что транскрибация так еще и подсчет слов ну подсчет слов там элементарно в ворде он там это сразу показывать сколько слов так вот это мне что-то обошлось 1000 рублей что ли ну сколько это в евро не не знаю сколько ты сказал на 1000 рублей на 20 евро примерно 1000 рублей 20 евро где-то 15 20 евро а антон антон слушаю ну чтобы время твое долго не занимать не терять давай может быть действительно вот эту тему разработаем чтоб тебе уже было тоже интересно они просто тут нам помогаешь благодарность тебя огромная вот за твои за твой опыт за советы за все с барбарой давай организуем чтобы уже прям вот они-то сколько лет и там действительно опыт реальный практический чтобы нам понять вот записать уже тогда эту встречу и перевести ее на русский язык а хотя у нас на будет переводчик даже переводить ничего не нужно я думаю что это будет интересно давайте я только за организова просто эту встречу чтобы уже конкретно так вот работать не просто ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля чтобы на меня не ориентируетесь вы собираетесь я подстроюсь он просто заранее сообщите за дней за два я хотел просто услышать ты готов с нами у так встретиться а мы организуем встречу с барбарой Да, конечно, готов. Для того и тружусь. Объединяемся. Благодарствую. Спасибо. Что-то тут пишут, впустите Ольгу. Ольга здесь давно, с включенным микрофоном. Я только что зашла. Спасибо. Благодарствую. Не за что. Благодарствую. Чего? Какие еще вопросы? У меня все вроде бы. Вопросов нет. Час-двадцать. Нормально. Пообщались. А где ваши мужчины? Муж объелся груш. Работают. Это муж объелся груш. А где мужчины? Мужчины. Вот муж и говорю. Мужчины наши. Был у нас Игорь. Куда-то, наверное, уехал. Что-то вообще его не видно последние два дня. А вопрос такой. Вы все из Италии, что ли? Да. Нет, вот Лена только из Германии. А так мы все из Италии. Я из Латвии. Ничего себе. А сколько из Италии и Казахстан. Вы говорили, у вас какой-то чат есть. Там была цифра озвучена. Четыре тысячи участников. Это итальянское движение. Не четыре, а пять тысяч. Близится к пяти. Четыре восемьсот я вчера смотрела. Пожалуйста, используйте правильные термины. Это не движение. Это не секта. Это явление. Потому что здесь уже идет объединение троичности человеческой души, тела и духа. Поэтому и объединяется в единое целое. Поэтому называется это явление. Потому что нет посредников между человеком. И нет никаких командиров, начальников и так далее. Я еще хочу пояснить по поводу слов. Группа, движение, объединение. Это все опасные слова. Они очень сладкие и вкусные. для отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В российском законодательстве есть такая статья Уголовного кодекса 282.1. Это организация экстремистского сообщества. Все слова, которые подходят под понятие сообщества, объединения, движения, организации и все остальное, если оно каким-то образом направлено на дестабилизацию каких-то государственных органов, работы и все такое, госстроя, конституционного строя, все это подпадает под эту статью. Поэтому я из своего лексикона давно все эти слова исключил. Тема живых. Страница Сургутнадзор. Не группа Сургутнадзор, а страница ВКонтакте Сургутнадзор. Не движение живых. А тема живых. Все. Канал. Канал, да, говорим. Канал, да, можно сказать. Канал. Можете, я не знаю, там. Ну, короче. Да, надо быть очень осторожны, потому что с ферменами залавливают запросто. Очень быстро. Ну, так меня и пытались сделать организаторам экстремистского сообщества. Именно по 282.1. Верю. Они мне говорят это, ну, я, наверное, рассказывал уже, да, в этот. Они сразу начали мне говорить, что, типа, вот ты, типа, руководитель, организатор группы. Там раньше было другое название, там называлось «Я часть творца». Ну, они начали, это, типа, сектанты, все дела, а ты, короче, типа, руководитель, дестабилизация работы госорганов, все такое. Я говорю, с чего взяли руководителя? Ну, вот все говорят. Я говорю, ну, так это к ним претензии, если они так говорят, кто конкретно? Молчат. Говорю, где письменные показания? Нету. Я говорю, ну, и все. Они говорят, ну, у тебя же есть там группа. Я говорю, где? Вон ВКонтакте. Я говорю, покажи. Он показывает на экране. Говорит, вот группа. Я говорю, где группа? Я говорю, это страница. Я говорю, я программист, я знаю, о чем я говорю. Это просто страница в интернете. Откроешь HTML-код, это написано, что это HTML-страница. Где ты тут группу увидел? Он говорит, ну, вот же написано, группа ВКонтакте. Я говорю, так это все претензии ВКонтакте. Они так назвали страницу. Я-то тут при чем? Все. Никаких вопросов. Ну, да. Надо заниматься в том числе и безопасностью группы. Это понятно. Следить за каждым своим словом. Пулеметы Гатлинга выключаем, батарейки вынимаем, ленты ложим в шкаф, закрываем на замок. Каждое слово на вес золота. Ну, это так, присказка. А так вы вообще молодцы, что объединяетесь, общаетесь со всего мира. Молодцы. Мы стараемся. Мы тоже учимся по пути. Мы идем по пути по этому. Потому что и группы формировали. Вот Галина позвонила мне, давай сформируем группу. Спросили разрешение, сформировали. Теперь занимаемся и безопасностью. Ты понимаешь, что ты говоришь. Я же тебе только что говорил про группы. Да, да. Канал создали. Канал создали. Ну, вот. Ну, в процессе. Мы в пути. Антон, мы много смотрели. Я пересмотрела все твои видео. Очень помогли эти видео для сознания, для понимания. Топоркова, с Топорковым, с парнем, с Павекселям, с Москвой, с парнем ты разговаривал. Очень много интересных людей вокруг тебя. Поэтому, наверное, поэтому у нас получилось связаться с тобой. Потому что мы понимаем, что через таких живых мужчин в таком чине общая ценность. И так как мы считаем, что эта информация тоже имеет важную ценность. Поэтому мы постарались, даже если мы еще не совсем научились правильно использовать. Не совсем научились себя распрограммировать. Потому что очень тяжело сразу убрать все вот эти программные слова, которые у нас находятся. Поэтому мы в пути учимся. И благодарю тебя за весь твой опыт, который ты передал и нам в том числе. Самый большой труд заключается в самовоспитании, в самоорганизации, в самоопределении, в самостоятельности. Труд над собой. Это трудно. Поэтому я тружусь. Я не работаю. Я тружусь. Потому что это трудно. И вот труд над собой, он самый трудный. Труд из всех трудов. Поэтому начинать нужно с себя. Спаси себя сам. И тысячи спасутся вокруг. И это поправляйте друг друга. Вот вроде разъяснил все. Всем все ясно. Елена раз и произнесла слово группа. Уже все переименовала. Все. Я сразу корректирую. Я ошибаюсь. Ты не там переименовывай. Ни в соцсетях, ни в этом, ни в канале где-то. А вот тут в первую очередь переименуй. Понимаешь, все начинается с моего мозга. Сначала я... Возьми вот это слово, вытащи его и в мусорку выкини. Да, да. Это так работает. Нет такого слова. А потом я ее корректирую. Супер. Сложно, когда человек в себе не видит ничего. Это сложно. Увидит, увидит. С вашей помощью тоже поправляйте тут же, мгновенно, сразу. Стараемся, Антон. Стараемся. Но сложно достучаться. Другой раз бывает. Не надо стучать. Главное не присылать. Подождите. Каждое слово имеет значение. Не надо никого стучать. Настучать это... Постукивать по голове это насилие. Поправлять. Поправил, заметил. Напомнил. Хорошо. Но если ты напоминаешь, напоминаешь, говоришь, и тебя за это удаляют из группы, что делать тогда нам в этом случае? Кто тут что удаляет? Здесь про это... Ну, в нашей группе такое бывает. Мы пытаемся там донести. А человек берет и удаляет тебя. И не хочет слышать. У тебя мусорка в доме есть? У меня, да. Бумажка под рукой есть? Есть. Напиши слово группа на бумажке. Точно, да. Сходи в мусорку, выкини. В чате, в чате. Ну, сходи, сделай. Сделай действие, прояви свою волю. Хорошо, я сейчас сделаю. Как быть? У меня вопрос такой, вот совет у тебя. Как быть в таком случае? Причем удаляют массово. Поначалу, знаешь, три года назад, ой, как я вообще занялся правозащитной деятельностью-то? Я три года назад узнал, что есть тема живых. Сидел месяц, не вылазив из-за компьютера, только из-за... Вау, молодец, правильно. Ну, вот. Так, это вот просто необходимо, понимаешь, иногда что-то на физическом плане сделать, чтобы вот здесь отложилось. Я знаю. Ну, желательно это все делать без этого. Вот здесь, там внутри самоконтроль должен быть. Там все должно срабатывать. Вот там внутри написала это слово, свернула бумажку, и там же в корзине где-то у тебя должна быть это, туда выкинула все. Точнее, не выкинула, а положила на время. Надо будет, достанешь, развернешь, прочитаешь. Но, опять же, осознанно. В нужный момент, в нужное время. Вот там внутри ничего не выкидывается никогда. И ничего не исчезает. В любой момент можно все достать и обратно, и это восстановить. Так вот, как занялся правозащитой? Изучал целый месяц эту тему. Все видео, все тексты, все изучал. Прям не вылазил. Перерыв только на сон, туалет и на еду. Все. Я погряз в этом интернете на целый месяц. У меня все шире и шире глаза были. Потом я более-менее набрал сознание, начал стараться их осознавать. Осознание трудно приходило. Потому что здесь программы всякие сидят. Я начал искать людей, которые более осознанные. Нашел. Начал с ними общаться. С одним, со вторым, с третьим, с четвертым. В чаты начал залазить. В те, в другие, в третьи, пятые, десятые. Общаясь, разговариваю. Вдруг что-то начинаю выяснять, задавать какие-то вопросы. Меня бац, выкидывает с чата. Черный список. Ну ладно. Эти правду не любят. Ладно, другим пойду. Другой чат. Там, там, там. Короче, пять, шесть, семь, восемь, девять раз меня в черный список. Думаю, что-то не то. Что-то никуда-то не туда ведут. Что-то не то. А потом думаю, ну, выкидывайте, выкидывайте. Ладно, думаю, свой создам чат. Создал свой чат. Ко мне сразу набежало там 300 человек. И постоянно, я никого ни разу за полтора года, что ли, ни разу никого не удалял оттуда. Вот мне настолько это не понравилось, что меня из всех чатов поудаляли. Что я ввел в себя правила, никого не удалять. И за полтора года ни разу никого не удалил. Но появлялись постоянно, ну, примерно раз в неделю, может, даже чаще, какие-то провокаторы, которые начинали хамить, грубить там, какую-то, что-то еще выявлять там. Ну, короче, сейчас бы его просто заменес в черный список сразу, и все, и даже бы не разговаривал. Нет времени на это. А тогда я ввел в себя правила, никого не удалять. Так я что делал? Я вызывал их на словесную дуэль. Я прям писал в чате. Внимание, всем тишина, общаясь с таким-то, таким-то. И вот с ним открываю переписку, и, ну, максимум 15 минут они выдерживали. Максимум. И сами уходили. Сами удалялись. То есть я их брал вот так вот. Он что-нибудь произнесет такое. Я говорю, ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Он, да ты, да я, да все. Я беру его вот так вот, наизнанку выворачиваю и показываю ему же. Говорю, на, смотри, кто ты. Причем в общественном правом поле. Все видят. Он как это видит все, он понимает, что ему надо обратно свернуться и убежать оттуда. Все. Поэтому, если удалили из чата, так радуйтесь. Вам там не место, вы чистый, вы светлый человек. А там грязь какая-то происходит. Вот и все. Открывайте свои чаты, будьте творцами. Своё творите. Хватит чужие чаты залазить. Из нашего чата можно выйти. Я всем предлагала. Лена. Сделайте свои чаты. Лена, Лена. Лена, 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 Лена. Ты ведешь чат. Все равно им не нравятся. Чат, траста, общественного траста. Женщины всегда недовольны. Что я могу сказать? А то, что они постоянно к征 з dim. говорят модератору, это нормально. А кому еще их предъявлять? Да ты информацию искажаешь просто-напросто и не даешь людям ее смотреть. Нормальная информация, которую говорит Антон. Выкладывайте практику. Ты вчера ее забанила. Ну что это такое вообще? Так, девчонки, давайте оставьте свои разборки, но потом. Тут Маргарет что-то хочет сказать. Да, скажу, скажу как есть. Вот это Елена Блайзер, присутствующая в нашем, сейчас в чате, еврейская женщина, которая захватила власть в нашей группе и всем затыкает рот и всех душит. Вот все, что я хотела, это я сказала. Потому что у этой еврейской женщины заложена еврейская программа захвата власти. Баста. Это твое мнение? Ничего обидного, оскорбительного я не услышал. Нормальное общение? А смысл этой фразы? Смотрите, смотрите, вот это называется жаловаться на других, вместо того, чтобы вот если есть осознание, что власть захвачена, да, вот именно в этом чате. Так что ты там делаешь тогда? Я бы вышел и создал свой. Что я и сделал? Три года назад. Три года назад. Я не лажу в чужих чатах. Я свой создал. Так и сделали. Антон, одну секундочку. Да, ты независимый человек. У нас траст, понимаешь? Этот траст, он... Чат, который создала Лена, он подключен к головному трасту. Мы не можем сейчас создавать параллельные чаты. Он не подключен к головному трасту. Он подключен к головному трасту. И все линьки из головного траста идут непосредственно на тот чат, в котором доминирует Елена. Вот. И поэтому мы не можем оттуда уйти, потому что именно туда попадают все новые участники траста. Ясно. Маргарет, ты меня невнимательно слушала. Я тебе не говорю. Я тебя внимательно. У нас есть другой чат. Антон, у нас есть другой чат. Не перебивай, пожалуйста. Я думаю, что... Дайте мне договорить. Маргарет, ты меня невнимательно слушала. Я не говорил про уход из чата. Я говорил про создание своего чата. Никто тебя не гонит из чата. Тебе говорят, что вы в любой момент можете выйти. Это предоставление возможностей. Ну как это? Озвучивание. Возможности, которые и так есть. у каждого. Каждый может выйти из чата. Тут ничего оскорбительного такого нет. Второе. Никто тебе не мешает создать свой чат и перекидывать информацию из этого чата в тот чат. Это трудно. Это труды. Это нужно временно это тратить. Но мало кто хочет этим заниматься. Куда проще присутствовать в чужом чате, где есть модераторы, которые тратят на это все время. В любой момент сами все исправят. Это называется... Не хочу ничего делать сам, а хочу только критиковать других. Нет. Абсолютно не так. Все не так. Я тебе еще раз объясняю, что это не индивидуальный чат, который каждый может создать и прикрепить его к головному опеку. А что, микрофон выключил? Маргарет? Кто-то выключил. Маргарет, включи микрофон. Извиняюсь. Я опять же хочу уточнить. Дело в том, что это траст. Это всеобъемлющий траст с группами в различных странах. И есть головной чат, допустим, итальянский. Есть интернациональный головной чат, где каждый день печатаются ссылки. Это общая информация. Понимаешь? И в этих ссылках указан вот этот вот чат, в котором Лена модератор. Это не ее. Этот чат не может принадлежать ей. Это one people public trust. А она в чате творит беспредел. У нас есть. Мы уже создали другой чат. Мы создали его. Мы над этим работаем. Ладно. Неважно. Мы хотели воспользоваться сегодня возможностью, чтобы Лене кое-что объяснить. Мы это сделали. Все. Спасибо большое. Я больше не буду занимать ничего времени. Ну, подожди, подожди. Куда тут дойдем? Можно я скажу про этот чат? Подождите, подождите. Вот вам классический пример дуэли один на один. Маргарет, не надо убегать. Давай поговорим. Хорошо, хорошо. Я с удовольствием, Антон. Ну, я просто уважаю то, что ты попросил быть коротким и как бы не занимать много времени. Я попыталась это сделать. Да, я здесь. Мы здесь. Подождите, народ. Дайте поговорить с Маргарет. Очень интересный случай. Значит, Маргарет, смотри. У меня нет цели тебя выгнать отсюда или заставить тебя отсюда уйти. Но я хочу для себя прояснить какие-то важные вопросы. Можно с тобой поговорить на эту тему? Да, я здесь. Значит, смотри. По поводу ты говоришь чат принадлежит не Елене, она там всего лишь администратор, а он принадлежит обществу, правильно? Да. А кто сказал, что в обществе может быть только один чат? Потому что, да, никто этого не говорил, но, в принципе, это логично. У каждой страны... Нет, это нелогично. Нелогично. Кто тебе мешает создать свой чат и быть там администратором? Да у нас есть уже чат свой, Антон. Кто сказал, что может быть только один чат? Ты знаешь, сколько у меня чатов сургутнадзор? Ты что, думаешь, он один, что ли? У меня только один ютуб-канал? Ну, ты учредитель, понимаешь, ты организ... Кто тебе... Подожди, Маргарь, кто тебе мешает стать учредителем своего чата? Гордыня? Нет. Так в чем проблема? Создай свой чат, будь там администратором. Так, я тебе говорю, есть создан, уже у нас создан другой чат. Ну, что? Но из головного чата ссылки идут на тот чат, где администратор Лена. Так, а в чем проблема? Выйди на главный этот... На главный чат УППТ и выйди на руководство и попроси указать и твою ссылку и на твой чат. Можно я скажу? Нет, давайте я... Подождите, дайте им с Маргарет договорить. Ну, серьезно. Да, мы в процессе. В процессе. В смысле в процессе? Ты предпринимала такие шаги? Да, да, да. Предпринимала. Мы сейчас в процессе. Именно сейчас мы, потому что вчера вечером началась вот эта вот непонятная заваруха и мы в процессе сейчас того, чтобы администрация головного чата либо нашла выход из положения, либо включила наш чат в головной чат. Мы в процессе, да. Так второй чат создан или нет? Создан. Уже давно, два месяца назад как создан. Конечно, сразу же, как только Лена стала доминировать в чате и затыкать всем рот, мы сразу создали другой чат. Ментально, конечно. Мы свободные люди, Антон, мы не хотим быть под каблуком системы. Ты думаешь, мы будем под каблуком Елены? Не будем, конечно. Нет, это все ясно. Ну, такая... Если это уже делаются, эти шаги, тогда какие опять претензии к Елене? Я не понимаю. Если у тебя уже все параллельно создано и ведутся труды по приданию официальности твоего второго чата? Потому что мы у нас в группе есть мнение, что Елена должна быть в курсе того, что мы делали. И вот мы сейчас таким образом, как сумели, мы ей до нее это донесли. Ну, замечательно. А зачем, ну, как говорится, с такой интонацией с это? Наоборот, радоваться надо. Создали второй чат, альтернатива, равновесие весов, этот, как говорится, для уравновешивания. Это же прекрасно, когда есть альтернатива. Можно я сейчас? Благодарю за поддержку. Ну, так радоваться надо, а не ругаться. Благодарю за поддержку. Да мы не ругаем. Я думаю, что это не проблема, это будет очень быстро решено. Будем в основном чате, интернациональном русском чате, будем ставить две ссылки, и люди будут иметь выбор, в какой группе состоять. Конечно, конечно. Народ рассудит. И что тут, не вижу смысла тратить время на какие-либо ссоры, ругань и навешивание ярлыков. Конечно. Ну, вообще, ребята, у нас есть канал, и там нельзя переписываться, там просто идет информационная часть. А вот этот чат, общения, он был создан для сотрудничества, ему два месяца. Кому не нравится, я всем сказала, выходите, делайте свой. Даже сделала вам еще один. Поэтому... Правильно, для сотрудничества. Ты здесь говоришь правильные слова. Сотрудничество подразумевает мнение других людей тоже, а не только... Я все ваше мнение выслушала очень внимательно в личке с оскорблениями все ваши... Не против оскорбления тебя, что зафотографировали, никто тебя не отманывает. Я выслушала все ваши мнения. Ты лжешь, ты лжешь и используешь твои нибудь и уловки, чтобы объявить других людей все, в чем ты сама гречишь. Никто не оскорблял. Да, Гришин. Тебя никто не оскорблял. Никогда. Девчонки, давайте вы эту тему отдельно поднимите. Давайте прекратим. Да, давайте прекратим. Давайте прекратим. Это вообще два месяца вы делаете за спиной и что теперь хорошего из того, что... Мы за спиной не говорим, ты все в лицо сейчас услышала. Спасибо. Ну, непонятно. Я раньше это предлагала. Так. Извините, у нас есть альтернатива. Будем ставить в основную группу, так как я там тоже являюсь администратором. Потому что здесь работают необычные. Будем ставить группу на два чата и народ сам решит, где он себя, где он предпочитает находиться. Подождите. Может быть, в двух будет. Ясно, ясно. Я хочу выяснить для себя еще один вопрос. Я услышал два определения. Канал и чат. Канал, это имеется в виду какой мессенджер? Телеграм? Да. Значит, поясняю. В Телеграме это два разных совершенно понятия. Канал и чат. Канал создается для того, чтобы в одностороннем порядке публиковать какие-либо новости. Чат создан. Ну, чат можно, чат создан для всеобщего общения во все стороны. То есть, все со всеми могут общаться. Причем, определенный чат может быть привязан именно к каналу для обсуждения тех новостей, которые опубликованы именно в этом канале. Так вот, вопрос следующий. У вас что сейчас существует? Понятно, что есть отдельный канал односторонний. Был создан чат некий, я так понял, с привязкой к этому каналу для обсуждения новостей, которые публикуются. Нет? Или отдельный совершенный чат просто для общения? Нет, он был сначала привязан, потом его отвязали, потому что мы меняем ссылку постоянно. Это отдельный чат сотрудничества с ОППТ для русскоговорящих. Поэтому люди, которые находятся в этом чате, не обязательно из ОППТ и наоборот. Так вот, все ясно. Есть отдельный канал, есть отдельный чат для всеобщего общения. Вот. Теперь вопрос. Елена, ты где администратор? На канале? В обоих. И там, и там? И там, и там. То есть и в канале, и в чате? Да. Есть только один канал и один чат? Или вот я услышал, что два месяца... есть один канал. Один канал чатов может быть сколько угодно. Нет, подожди, я не спрашиваю сколько может быть угодно. Я спрашиваю про ваши каналы и чаты. А. Подожди, у вас есть один канал и один чат, где ты администратор. Вопрос, Маргарет создала какой, говорит, два месяца назад создала чат отдельный. Это еще второй чат есть какой-то? Или что? Нет, нет, извини, мы создали отдельно, параллельно мы создали и канал, и чат. Тоже есть информационный канал и к нему привязанный чат. Ну, все замечательно. Отдельный, отдельный, отдельный от активитета Елены. Ну, все замечательно. Развивайтесь своим параллельным путем. Ты просто, вот Маргарет, я тебе говорю, ну, смысл на все это время тратить. Меня, когда повыкидывали со всех этих три года назад, кто там, есть такая Инга Рот, так вот, доходило до того, что она меня трижды в черный список вносила. Понимаешь? Когда она пригласила меня в четвертый раз обратно, я сказала, не, не хочу, надоело. Смысл? Куда лучше тратить время на то, чтобы создавать что-то свое? Ну, вот Елена и делает это со всеми самыми активными участниками АППТ. А при чем тут Елена, Маргарет? Себя надо начинать. Что я сделал? Что я сделал для всеобщего блага? Антон, Антон, была заминочка только в головной группе АППТ. Мы сейчас с ними разберемся, и все хорошо. Извини, пожалуйста, что мы устроили здесь вот то, что устроили, но просто у нас не было другого выхода, и как бы мы просто Елене, да Елене хотели, донесли, и мы донесли уже все. У нас все замечательно, у нас есть другой чат, и мы там, нас там много, и мы там очень дружные, никто не доминирует, все друг друга любят и уважают. Спасибо большое, и мы тебя тоже любим и уважаем. Ну, так это замечательно, а я просто смысл не вижу заходить сюда и высказывать, что у вас плохой канал, у вас там диктаторский канал, диктаторский чат. Ну, смысл? Лучше потратить это же время и свою энергетику не в негатив с пустой тратой времени, а в позитив, в развитие своего канала, своего чата. Выбор простой. Ты почему-то сделал выбор в сторону негатива и до сих пор вот у тебя агрессия идет, агрессия, агрессия. Да ты наоборот должна благодарна быть, что тебя ситуация, творец через эту ситуацию тебя заставил буквально стать творцом, хоть частично. Ты создала свой чат, свой канал. Радуйся. Вместо этого ты видишь агрессию и проявляешь агрессию к своему учителю, который тебя научил этой ситуации. Это урок был. Тишина радует. Правильно, правильно. Это был урок, действительно. Я бы никогда не был, я бы к вам сюда никогда не попал, если бы я вот такой стратегии придерживался. Я бы там в этих чатах и погряз бы, и 10 раз бы туда заходил, и меня бы выкидывали, и все, и там бы погряз, и озлобился бы на всех, и все остальное. Конечно. Добра и мира, учителям нашим. Все правильно, здоровья побольше. А я наоборот переосмыслил, думаю, о, хорошо, меня отсюда выкидывают. Это о чем говорят? Что мне самому нужно стать администратором. канала? Это единственный выход. Создать свое. Вот и все. Поэтому в мире существует отражение, отражение наших слабостей, недостатков или нехватки каких-либо. Все это отражается, и мы потом, как в зеркало смотрим, и со временем начинаем осознавать. Елена, тебе пятерка за урок. Что делать? Я занимаюсь воспитанием взрослых людей. Бывает. Бывает. Благодарство, Елена. Да, да, да. Намасте. А Маргарет поставим пятерку. Хорошо отвергалась. Я увидела свои. У меня получилось увидеть свои недостатки. Я их увидела. А Маргарет поставим пятерку, когда уберет агрессию. Все? Да. Агрессия – это самое худшее прохождение урока. Не должно быть агрессии. Крути верти, как хочешь, но без агрессии. Ищи решение. Причем самостоятельно, свое. Нужно создать что-то свое. Найти свое решение, собственное. Без агрессии к другим. Все. Что-то Маргарет молчит. Я слушаю. Я не хочу больше ничего говорить. Я уже все сказала, как бы. Я просто слушаю, воспринимаю. Добро. Благодарствую за спокойное восприятие информации. И я благодарствую. Можно сказать нет? Ура! Германия проснулась. Нет, я не проснулась. Я уже давно проснулась. Я проснулась с 2017 года. Привет, Антон. Привет. У нас есть тоже чат живых в Германии. И мы каждый раз общаемся нашей группы по-немецки. В пятницу у нас всегда это ведется. Очень дружелюбные люди. Там есть администраторы и даже очень много. И все ведут себя, я скажу, адекватно. Нет никаких диктаторских, как сказать, что установок. Да. Замашек. Да, да, да. И хочу сообщить, что у нас ну, пока записей нету, но есть такие сообщения, особенно в ЦОМе, когда люди рассказывают о своих историях по поводу ОППТ. Они когда в магазин заходят, рассказывают, и что они делают? Они по всем, не только САК, да, вот этот вот СЭК послали документы, а они еще и посылают везде в полицию, посылают в магазины, везде, во все, и по несколько раз эти документы. И происходят результаты. Я скажу, очень даже хорошие результаты, но, естественно, они не снимают, так как у нас тоже в Германии не разрешается снимать видео, да, ну, попробуем теперь, как ты говоришь, снимать видео, снимать аудиогешпрехи, то есть разговоры голосовые, попробуем. Я предложу это в группе немецкой. Нет, не в группе, а в чате, тоже на одном. сходила быстро там внутри, сходила, выкинула, написала, смяла, выкинула. Да, да, сейчас сделаю. Молодец, мгновенно, ну, это называется первая стадия самоконтроля, когда сам себя поправляешь. Да, стараюсь. Спасибо тебе за то, что ты с нами. Благодарствую. Хотел добавить вот это пояснение к ситуации. Откуда берутся диктаторы вообще? Мое видение. Есть такая песня у Виктора Цоя, не помню, как называется. Так вот, там есть фраза «Если есть стадо, есть пастух». Не наоборот. Пастух, если вдруг появится пастух, вот в поле появился пастух, откуда у него возьмется стадо? Ему что, бегать, искать каждого барана, куда он подивялся, чтобы сформировать это стадо? Нелогично. А другое дело, если вдруг на поле появилось стадо, то рано или поздно придет пастух, который захочет, стадо большое, там, не знаю, 100-200 голов, вот оно реально стадо, то рано или поздно придет один, найдется такой один пастух, который захочет управлять этим стадом. И стадо согласно, потому что это стадо, по умолчанию. Так вот, откуда берутся диктаторы? А диктаторы появляются по воле Творца, для уравновесия вот этого самого стадного мышления. Когда возникает стадное мышление, на другой чаше весов обязан появиться пастух, обязан появиться диктатор, чтобы показать этому стаду, что у него стадное мышление. Но как только хотя бы один из этого стада встанет и скажет «Я не баран, я не овца, я сам себе хозяин, я сам себе творец», вся эта модель разрушается. 100% вот и все. Поэтому первая причина именно в стадном мышлении. Нет смысла критиковать пастуха и говорить, что он плохо управляет стадом. Совершенно верно, ты прав, 100%. я независимый человек, я свободный человек, если я вижу по отношению ко мне какие-то действия неправовые, то, естественно, я ухожу просто с этого чата и досвидос, я делаю свое правильно. Мне еще три года назад, когда открыл свой чат, мне там начали закидывать всякие спамерством заниматься, какая-то сплошная лента новостей пошла. Там этот то сказал, этот то сказал, этот уже 20 лет у власти, а этот уходить не хочет, а этот достал уже третий срок или четвертый, пятый. Я говорю, вообще соображаете, что вы делаете? Вы сами его пиарите на каждом углу, во все чаты суете, сами ему накачиваете энергетикой, сами его обсуждаете, критикуете, а потом удивляетесь, как это он 20 лет до сих пор там сидит? Да вот так, через вас, вы из него делаете пастуха. Да, он плохой пастух, но он пастух, а раз пастух, значит у него есть стадо. А кто это стадо? Так вот оно и есть, которое говорит, что он пастух. вот и все, логика простая, элементарная, неужели этого не видно все? И когда я поначалу удалял все эти сообщения, новости, потом думаю, нет, надо разобраться с ситуацией, разобрал эту ситуацию, пояснил всем, после этого прекратился вот этот спам, народ начал осознавать, а потом появлялись новенькие, как только они делали репост, я им сразу вы осознаете, что вы его сами энергетикой накачиваете, а потом удивляетесь, почему он 20 лет сидит там, все, вот коротко и ясно, выжимка, одно предложение сказал, и сразу человек ясно, разъяснил, один раз, все, сейчас я вам подробнее это все рассказал. Благодарю. Благодарю. Благодарю, Антон. Поэтому я не знаю, я бы на месте Маргарет наоборот бы радовался, ничего себе, великий учитель пришел. Мы радуемся, радуемся, благодарим, Лена. Я уже давно это сказала тоже, надо свое делать. Кто недоволен, начинайте создавать сами. И я радовался три года назад, потому что сначала у меня было возмущение, точно так же, но когда я создал свой чат, я осознал, что только благодаря тому, что меня повыкидывали это отсюда за правду, только из-за этого я создал свой чат, а до этого не решался все никак. А тут из-за, как говорится, на санках злости заехал туда, где свой чат открыл. и до меня дошло, любая агрессия к ним пропала. Я им наоборот мысленно сказал, благодарствую, теперь у меня есть свой чат, там 300 человек, есть свои страницы в ВК, свой YouTube канал появился, свои чаты пошли, новые знакомые, новые друзья, новые видео, новое сознание, и вот я здесь. Молодец. так и вы будьте такими же молодцами, будьте лучше меня, я за вами побегу, мне же тоже охота на кого-то ориентироваться, в плане знаний и осознания. Антон, прости, можно спросить тебя об одной вещи? Не прощу, не за что. Ну ладно, я тебя спрашиваю тогда об одной вещи. Я зашла ровно через час, как вы поговорили, я просто для себя. Ты ознакомился с документами, которые тебе Лена переслала на английском? Нет, времени не было. Прочитал АМ определение, там я эссенция, вот это прочитал. Ага, угу. Нет, было интересно твое мнение, что ты из этого понял, ну в своем мировоззрении. Да в принципе ничего нового не увидел, если бы вы знали, сколько мне подобных волезъявлений на русском языке присылали, ну я штук 200 точно видел, всяких разных вариантов, это как минимум. И кто как пишет, кто дух, кто святой дух, кто наместник творца, кто там высшая сущность, чуть ли не душа в теле, физическом, потом воплотив крови, потом из крови, из плоти, по-разному, всякие варианты, миллионы вариантов, только на что гораздо. Слушай, дело в том, что, смотри, я так понимаю, что все-таки мы до тебя не смогли донести все совместно вообще суть, вот почему так написан документ. Ты вообще знаешь о том документе, который называется Final Ball, Нет. Нет. Ну вот смотри, здесь вот очень важно исторический момент, потому что я вот слушаю, но никак не могу понять, что никак суть нету, никак мы не донесем вот эту суть этих документов, почему они так для нас дороги стали. Так вот, вот этот документ Final Ball, который был создан тремя адвокатами и которые как раз и начали всю эту историю раскрытия с этими банками, да, они его создали по форме, вот на той форме, которая написана как раз в нашем документе, потому что этот документ должен был юридически описать, что такое Этерна Эссенса, ОАЭМ, и они это расписывали, то есть как бы когда они все это закрыли и заморозили вот эту всю систему, закрыли и заморозили во всем мире все банки, все корпорации и все прочее, то они заморозили также и счета, которые, банковские счета, наши счета, на тех, которых у нас находятся наши деньги и наши земли, и они описали этот документ и сказали, что на эти счета могут иметь столько права, кто предоставит документ на имя Этерна Эссенса, вот именно и поэтому этот документ был сделан именно таким способом, то есть описывая ситуацию, кто предоставит такой документ будет иметь доступ вот к этим счетам, понимаешь, тут он не просто составлен там, что я там наместник или еще кто-то, а именно составлен юристами, этими адвокатами, которые его составили определенным образом, понимаешь, вот в чем, вот в чем суть этого документа, понимаешь, это не просто там Вася Форточкин сказал, давайте вот так составим, а это вот именно составили для того, чтобы люди могли посредством этого документа как говорится, провозглашая себя пользоваться тем, что им принадлежит. Ясно. У меня вопрос по поводу вот этого выражения Eternal Essence, это как переводится? Вечная бесконечная сущность? Вечная сущность. Вечная сущность. Вечная сущность. Ну, я так понял, как раз то, что... Подожди, подожди, это происходит, я так понял, из божественного, скорее всего, доверительного права, да, что есть божественный траст, и оттуда все раз это... Да, 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 совершенно верно, потому что к своему удивлению, вот эти люди, когда они наткнулись на документы вот именно религиозного, скажем так, направления, они были очень удивлены в том, что они увидели, они не знали вообще этого, и когда они увидели все эти документы, которые были составлены, вот эти все папские боли, вот эти все документы, которые проходили от них, потому что они начали разбираться, 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 они были шокированы, и по этим же документам они составляли именно, значит, вот этот Final Bullet, финальный балет. Это был первый траст, который они послали в СЭК, чтобы объявить, что это афера века. И вот когда в течение 28 дней им не пришел ответ, и когда этот документ был уже официален, стал официальным документом, то они еще составили еще 60 других документов для того, чтобы как раз пенюраты и конклюзию, как это сказать, остановить и заморозить всю систему. Понимаешь? И вот 25 декабря 2012 года они это сделали полностью, юридически. То есть они закрыли все счета полностью. Вот об этом я не слышала на русском пространстве. И чем еще очень важен наше знание, мы его будем называть знанием, что оно полностью выходит из системы. в том плане, что да, они документы нужны до тех пор, пока система понимает это общение с ней. Потому что, как говорится, сейчас, в данный момент, это как переходный период. То есть система, и мы общаемся на том уровне, на котором есть эта система. А сейчас был составлен еще супер документ, который называется Афидавид, вот который как раз сейчас будет посылаться, только что его составили, вот который нам позволит уже не применять документы. Вот в это надо, я просто прошу прощения, но я сама только что начинаю понимать всю эту систему, как она работает. Поэтому вот притс-йозита, как вот то богатство, которое дает именно это знание, оно выводит из системы. Очень просто. То есть есть определенного рода документы, окей, вот ты составляешь документы по правилам тем, которые там в России, да, ты делаешь, здорово, нам это тоже, вот я уже тоже повторюсь, очень помогло сильно. А здесь уже они документы составленные, только можно, надо вписывать свое имя, и есть определенные, как сказать, направления, например, штраф или еще что-либо. Вот это не по средствам этих документов мы решаем вот эти ситуации. То есть в прошлый раз, когда мы говорили на эту тему, ты сказал, ты спросил, а есть ли у вас уже случаи, как они работают в документах? И люди ответили, нет, нет, Антон, есть очень много случаев, очень много случаев, которые сделали свою работу, очень много. То есть у нас даже есть определенного рода примеры, их просто, я не знаю, уже сотни, которые разрешили ситуацию. Понимаешь? Впоследствии нет, нет, я все понимаю, но ты, во-первых, подключилась поздно, то есть не сразу, во-вторых, ну, да, это во-первых, потому что я трижды уже пояснял, что, пожалуйста, девчонки, отвечайте коротко, если мне будет неясно, я переспрошу. Хорошо. Не надо включать пулемет гатлинга, убираем его в шкаф, ленту вытаскиваем, аккумулятор тоже все, пускай лежит. Каждое слово на вес золота. Это раз. Второе, ты говоришь все то же самое, что мы обсуждали до твоего появления. Это мы все в курсе и про этот афидевит и так далее, это тоже мы разговаривали. И третье, ты говоришь результатов много, они все на словах. Это мы тоже разговаривали, и я первую часть нашего разговора посвятил именно тому, что нужно вам этот результат показать. Я все эти озвучу, даже не просто можно показать, а можно озвучить, а еще лучше и показать, и озвучить. Да. Потом в записи пересмотришь, я там все расскажу. Хорошо, хорошо, я прошу прощения, просто как бы я влилась так, и мне что-то говорили, 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 и поняла, все. Я думала, что ты ознакомился с этими документами, поэтому просто хотела знать твое мнение. Я примерно соображаю, что там написано, от того, что я его прочитаю, ничего не изменится. о милитаре ордер, ты знал об этом документе, о милитаре ордере? Ну, что-то какой-то рассказывал на прошлой встрече, Игорь, что ли, я не помню. А, Игорь, да, да, да. Военный приказ какой-то издали. Тем не менее. Это документ, созданный на базе Конституции, то есть это американская Конституция, тринадцатый пункт, где отменено все рабство на земле. Ольга, Ольга, я до тебя хочу донести очень важную информацию, ты меня постоянно перебиваешь и не даешь договорить. К чему я клоню? К тому, что вот мне когда звонят по телефону, у меня по два-три со звонков в сутки, и начинает, понимаешь, звонит человек и говорит, Антон, я тебе сейчас такое расскажу, у тебя волосы в другом станут. И начинает, Ольга, пожалуйста, не произноси ни звука, когда другой человек разговаривает. Это забивает звук. Потом на записи не будет слышно, вот идет речь, я произношу слова, ты вот здесь вставляешь свое уго. И вот эти три слова выпадают из записи. Понимаешь? Не твое, слышно только, что ты угукнул, а что я в это время говорил, не слышно. Это тоже культура поведения в видеочатах. И при видеозаписи, при аудиозвонках. Если это пойдет потом для всех, для аудиозаписи, это нам-то понятно, что я говорил, а что ты говорил, потому что ты внимательно меня слушаешь. А если это пойдет для общего доступа, там не будет, понятно. Никто это смотреть не будет, вот это ухуканье вперемешку с говорящим. А поэтому, когда один человек говорит, другой молчит. Обрати внимание, я не вставляю ни уху, ни аху, ничего не вставляю, молчу. так, что я хотел сказать-то, забыл уже. И вот так каждый раз, каждого приходится поправлять. В начале я пояснил, пришел новый человек, опять ему пояснил. В конце пришел новый человек, опять ему пояснил. О чем я говорил, напомните. Ты говорил, что тебе звонят много людей и рассказывают, говорят, что же я узнал. Говорят, я такое узнал, вообще супер-пупер. Я говорю, ну давай рассказывай. Он мне рассказывает, 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 рассказывает. Да у нас такие успехи, да мы то, да мы это. Короче, все, даю добро на размещение звонка. Я говорю, хорошо. И я говорю, а есть какие-то доказательства? Бумаги, документы, видео, аудио. Нет ничего, не записал, видео не включил, короче, телефон что-то там не работал, памяти не хватило и все, и 3D, и ТП, компьютер не работал, интернет не проплатил, короче, вообще ничего нет. Я говорю, и что, и как это будет выглядеть? Я вот сейчас беру твое аудио, накладываю какие-то картинки, да, любые там, и выкладываю этот видеоряд с картинками со своими в интернет, с твоим голосом. И ты рассказываешь такие чудеса. А где подтверждение? Как я буду выглядеть перед другими? И ты будешь выглядеть как перед другими. Ну ладно, ты-то там нафантазировал, а я-то что, не перепроверил и не разместил это, не подтвердил ничем. Ты понимаешь, как это выглядит? У нас есть большие успехи. Где доказательства? Где практика? Где аудио? Где видео? Где бумаги? Где на русском хотя бы, чтобы прочитать, что вы там написали-то? Вот только за эту неделю перевели. Поэтому я говорю, первая степенная задача, это доказательная база, так называемая. Вот когда у вас это все будет, на аудио, на видео, с примерами, с практическими, как вы это применяете на практике, вот тогда дело пойдет. А до этого момента даже разговаривать нет смысла об этом, потому что теории достаточно у всех. Уже перенасыщен интернет информацией, теоретической. А практики почти нет. Смысл ясен? Так точно. Ну что как в армии? Что? Что как в армии-то тут? Да ладно, я шучу. Галина Русс без формы, без фогорки. Нет, я шучу, я шучу. Добро, Антон, добро. Все правильно. Можно сказать только одно. Оля молодец, она сакцентировала внимание на финальном балете. Весь от документов, которые находятся в Учи-Чи-Чи. Поэтому Учи-Чи-Чи нужно смотреть там. Ну, у нас применяют Учи-Чи 1-105, Учи-Чи 1-105, 308. Это именно ссылка на документы, которые находятся в Учи-Чи-Чи, которые освобождают от юридических там, которые освобождают от штрафов и так далее. И это первое, что освобождает от всего. Используется сейчас везде. Благодарствую. Благодарствую. Чего, вопросики, темы. Буквально у меня тут 20 минут осталось, потом мне надо отдыхать и монтировать очередное видео. Здравствуй, Антон. Привет. Я хотела поинтересоваться, рождается ребенок, как правильно его, вот как со свидетельством о рождении, как он должен быть там, и вообще должен ли он быть там куда-то зарегистрирован? А ты знаешь, где рождается ребенок? В Латвии, да. А, ну, нигде получается, если нет государства, нигде? Нет, где появляется ребенок? На земле. Поясняю, ну, короче, гадать можно долго, поясняю. В Российской Федерации слова «ребенок» и «мальчик-девочка» неравнозначны. Это разные юридические понятия. Поясняю. Мы поднимали документы, выяснили, что в роддоме, в медицинском свидетельстве о рождении, которое выдает роддом. Пишется, рожден живой мальчик или живая девочка. Доношенная, там, живорожденная. Иногда такие слова используются. Выдает медицинское свидетельство, вот эту бумагу, и говорят, несите в ЗАГС, вам там выдадут свидетельство о рождении. Они берут это медицинское свидетельство о рождении живого мальчика или живой девочки и несут в ЗАГС. Сами, добровольно. Российским законодательством не предусмотрено обязательное уведомление ношение вот этого бумаги в ЗАГС. Там написано уведомить. То есть, можно просто им копию отправить. По идее. Но народ идет послушно и несет вот эту бумагу именно в ЗАГС. А в ЗАГСе уже рождается ребенок. Непонятно что. Либо мужского, либо женского пола. Вот в ЗАГСе рождается ребенок. Ребенок – это персона. Это бумажная учетная запись в реестре. Так у тебя вопрос про кого? Про девочку, про мальчика или про ребенка? Про мальчика. Про мальчика. Слушай еще раз вопрос. Вот в августе должен родиться мальчик, живой мальчик. Я должна получить на него только справку о рождении, свидетельство о рождении. И больше никаких действий никуда, нигде регистрировать. Я его не должна. Вопрос ясен. Отвечаю. Значит, смотри, медицинское свидетельство о рождении ты не обязана получать. и тебе не обязательно его истребовать в роддоме. Вы можете самостоятельно составить свое медицинское свидетельство о рождении. Что это такое? Это самостоятельно там мама-папа как минимум уже двое, да, получается? Вот откуда понятие два свидетеля, два очевидца как минимум двое. То есть заверить, что родился живой мальчик достаточно в принципе мамы и папы. Мама и папа составляет документ, я не знаю, как хотите, назовите там документ явления или там утверждение факта о рождении и все такое. И там они пишут родился там мальчик живой, живорожденный, доношенный. Вес не указывайте. Хотите указывать, хотите нет. В общем, самостоятельный творческий труд. Что хотите, то и пишите. Главное, чтобы были фразы, что родился мальчик. И вот такую бумагу, если вы дома рожали, то в принципе достаточно там соседей позвать, чтобы они заверили. Можно и без них. Иногда в поле где-то рожают, вот все, мама, папа составили, все, медицинское свидетельство о рождении. Если в роддоме по какому-то причине рожали, то можно позвать там медицинского какого-нибудь этого работника, чтобы он тоже заверил, чтобы системе бумага котировалась сто процентов. А еще лучше главврачу роддома. Все, заверил, наш собственный документ нам заверила система. Все. И вот это уже в ЗАГС не обязательно носить, но можно отнести, если хотите и получить именно свидетельство о рождении некоего ребенка, то есть учетную запись, в систему внести живого мальчика. Если я правильно поняла, этот документ я могу составить на бумаге формат А4, мне не нужно там никакие нотариусы, которые будут подтверждать всего ничего, мне этого не надо. Я же пояснил, можете, мамы и папы в принципе достаточно. Так, ты какое-то слово произнесла? Тоже важный момент, вспоминай, я уже это, вы столько слов произнесли, у меня уже вот тут памяти не хватает, выливается уже все наружу. В самом роддоме этот мой документ должен принять... А, формат А4 ты сказала, А4. А, да. Зачем ты сама себя ограничиваешь? Хочешь на рулоне туалетной бумаги, хочешь на формат А3, А2, А10, А05, да какой хочешь, каждый сам себе творец, зачем вы сами себя ограничиваете? Вот взяла сейчас сама на себя и рамки такие наложила, только А4. И пытаешься это мне вручить. А4? Подтверди. Да, поняла. Любой формат, любая бумага. Я же говорю, тут творческий полет мысли. Как хотите, так и делайте. И печатки отпечаток пальца, да, мама, папа должны поставить? Я видел такие бумаги, кто-то ставит круглую печать, вот эту красную, собственно, ручной изготовленной, кто-то просто роспись ставит, кто-то красной ручкой пишет, кто-то отпечаток пальца ставит. По-разному, как хотите, так и делайте. Я же говорю, творческий полет мысли. По морскому праву даже достаточно публичного оповещения, ну, например, записи, наведя камеру, что родился такой-то ребенок, не показывая ребенка или, не знаю, показывая. Там надо смотреть морское право читать, что по ихним правам морское, коммерческое читать, и тогда придет решение, как правильно. Но ты же не будешь постоянно с собой носить телефон, чтобы каждому полицейскому, там, начальнику, должностному лицу показывать видео и тратить его время на это. Система любит бумаги, она общается через бумаги. Вот такие, копию снял, отправил, отсканировал, отправил, все, бумага. Система любит бумагу. Да, Ольга? Кстати, вот это вот вежливое оповещение для системы, бумажные все эти носители, о том, что мы пообещаем, что мы вышли из воды, мы живые, мы свободные, именно таким образом и пообещается рождение ребенка. Здесь тоже были роды, опи-пети, так сказать, живой женщины, которая решила родить и оповестить сразу же систему вежливым своему уведомлению, что родился такой-то живой мальчик или девочка. Тоже применялись. А где? Где видео? Где доказательства? Где бумаги? Где? Где? Аудио? Видео? Где? Где? Ну, девчонки, ну, это... Я себя ощущаю, как это... Спустился к подъезду в 70-е... Нет, какие 70-е? В 90-е годы. И там такой такой... На этой лавочке и на той лавочке. И семечки, и про все на свете. И так смотришь со стороны. Да, интересно, но у меня свои дела. Я пошел. Кстати, видео есть, ребят. Я его сегодня нашла, как... В общем, короче говоря, я с вами разделю это видео, и мы его можем перевести Антону, тогда... Ну, можем его разместить в сети. Как женщина, живая женщина отказывается платить штраф. Да не Антону, а для всех. Ну, что ж вы на меня все замыкаете-то. Для всех, да, да, да. Для всех, абсолютно верно. Значит, есть, есть такое видео. Я его прям сегодня видела, это видео, сама удивилась, честно говоря. Но я с вами поделюсь с вами и посмотрим, как его перевести на русский. Хотя бы итальянские субтитры на русский переведите. Это самый быстрый вариант. Там она все-все показывает, что она пишет на этом, на вежливом удомлении, как она это перечеркивает, как она это отправляет. В общем, все-все видно. Смотрите. Ольга, подождите. Можно вопрос? Подождите, подождите. Первое. Итальянские субтитры YouTube автоматически формирует. Перевести автоматически на русский язык это самый быстрый шаг. Но лучше сделать ручной человеческий перевод на русский язык. Тоже быстро делается. Буквально там, не знаю, полчаса и готово. Потом аудио перевести на русский язык. Потом русскоязычное видео полностью смонтировать с субтитрами. Вот. Это все труды. Я это все сам делаю. У меня почти нет помощников. Они, когда я в эфире говорю, что мне нужны помощники, они появляются там на неделю, на две, а потом опять исчезают. Все, все равно все один делаю. Поэтому я же говорю, чем собирать бесконечные конференции и участвовать в бесконечных чатах и выражать показы всем свою агрессию, так уж лучше делом заняться. Пути я наметил, думайте сами. Да, Юль? Можно вопрос? Конечно, можно. Ну вот я Ольге хотела уточнить по поводу штрафов. До того, как им вежливо что-то ответить, должно быть уже, я должна уже заявить о себе как живая женщина. Я правильно понимаю? То есть другие организации или куда там? Говорят, что, значит, я спрашивала тоже этот вопрос, задавала тем, кто дает информацию. Честно говоря, я такая же новенькая, как и вы, Юленька. Дело в том, что они сказали, что нет. Достаточно просто написать вежливые уведомления. Просто вы не принимаете оферты. Все. Это как не принять контракт на то, что вам предлагают. Вам же предлагают это контракт. Это оферта. Это предложение рабочее. Хотите платить и хотите нет. Понимаете? Правильно я объяснила, Антон? Это как вексель, нет? Ну, мне не ясно, что за вежливые уведомления, о чем текст. Можно я объясню? Отлично, отлично. Видишь? Ну, это такая же эффекта, выкатывается им в ответ. Вот и все. Вежливые уведомления. Можно я поясню? Это то же самое есть у Дмитрия Мельцера, по-моему, он это практикует, вежливые уведомления. Вместе с категорическим отказом от коммерческих услуг. Это и это вежливые уведомления? Там еще оферты выставляются, серебряные унции, там вот это все, да? А, тогда я видел, я это применял. да, да, это и есть. Я это тоже применял. В Италии принимают такую схему, перечеркивают лист любой оферты, любого штрафа, пишут, обнуляю, внизу пишут, примерно так же, как делают в России, без акцента, без оборота на меня, пишут, чиву, а, викуактус, вичи, можно расписываться, можно не расписываться, желательно все делать под принуждением, желательно делать это все сиреневой ручкой, которая говорит, что существует только мой закон. Здесь и сейчас, с этого момента, в этом смысле. Принимают такую практику, даже те люди, которые еще не сдали документы, вот самое главное, что хотела добавить. Это просто о том, что я, а, и пишут, у Чичи 1.105, у Чичи 1.308. Это говорит о том, что я просто в курсе этой информации и не принимаю оферты. Я не знаю, что вы все стесняетесь, возьми да попробуй, не получится, по-другому сделаешь. А что вы боитесь? Придет дядя Пристов и скажет, ай-яй-яй, нельзя было так делать, но вот когда станешь живой, тогда и пиши, типа, да? Никто ничего не боится, у нас просто, видимо, нет еще случаев, как это применить. Еще случаев. В Италии есть отдел опыта, практического опыта, который действительно нам надо всем разобрать, наверное, разделить как-то, например, один там по штрафам, другой там по ипотекам, третий там, еще по каким-то там по маскам или еще что-нибудь и разделить хотя бы там по одному видео, по два, кто сколько может сделать. И я думаю, это будет самый большой шаг, что для одной группы, что для другой, сколько бы чатов вы не сделали, если эта работа будет сделана, эта информация сразу же, как правильно говорит Антон, будет иметь свое действие и свое проявление. Ну, это вы отдельно, я вам пути наметил, дальше уже это дело техники. Сами сообразите, сами решите, возможно, найдутся одиночки и творцы, которые сами все сделают самостоятельно, как я это делаю. Вопрос такой, можно? Слушаю. Блин, что Юля, что ты задаешь вопрос, вопрос можно? Это уже вопрос, неужели не ясно, что можно? Вот я к Юле как раз по живорождению. Ты, Антон, сказал, что нужно где-то прописать, то есть документ какой-то нужен, а вот если это оповестить в газете, написать, родился живой мальчик такого-то числа, просто потом отфотографировать это объявление и его предъявлять. Как это? Вы в газете можете поставить собственноручную написанную фамилию, то есть поставить подпись, либо печать, либо, как вам сказать, смотря кто заверяет, понимаете, допустим, если соседа позовете, а он вообще не в теме, он напишет, как мыслит, он напишет максимум имя отчества персоны и паспортные данные. Это можно публиковать в газете? Нет. Я имею в виду, что ты заявляешь о том, что родился живой мальчик, назван так-то, так-то, в присутствии мамы, папы, еще, например, соседей. Ясно, смотри, значит, как официальное уведомление, естественно, можно, и даже, наверное, нужно, но первичной бумагой должно быть именно типа вот эта альтернатива медицинскому свидетельству о рождении. Да, да, да. Я имею в виду, оповестить вот систему, что есть человек, родился ребенок. Подожди, подожди. Сначала составляется бумага, которая фиксируется мамой и папой, ну и желательно там кого-то пригласить, я о том говорил. А вот на основе этой бумаги уже можно дать объявление в газету, что родился тогда-то, тому подтверждение вот такая-то бумага. Уведомление направлено там, не знаю, куда, в МВД, там куда, в органы опеки, номера отправления и почты такие-то. Все. Ну, чтобы не записывать на YouTube канал, потому что с собой носить, чтобы было. Чего, газету? Ну да, вырезку вот эту или еще там фотографию. Зачем? Сфоткал, да и все. Да выкупите и фоткал, да. Фоткал само объявление и на последней странице газеты там обычно пишется тираж, адрес редакции, выпуск, дата, вот это тоже. И все? Да, 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 да. Ну, чтобы как вот... Я хочу, я хочу добавить по этому вопросу. Давай. После того, как мы осветили финальный балет и теперь обладаем информацией, что единым народным, ой, что мы единое целое, родители, как делают здесь Италии, которые в курсе этой информации? Они делают на своих детей проект типа в том смысле, что они вежливо уведомляют все системные органы управления о том, что это мой живой девочка или мальчик и я являюсь его мамой и папой, в этом смысле делаются эти проекты. Я их не читала, потому что у меня внуки и на внуков не могу сделать этот проект. До несовершеннолетия можно сделать проект. Вообще дети... Даже есть детские группы ОПП-5, где дети сами пишут уже свое волеизъявление. Но пока ребенок сам не дорастет до этого понимания, естественно, нужно уже иметь хоть какой-то возраст осознания. Для осознания проекция на своих детей может сделана от родителей, которые имеют это осознание и решили сделать документы ОПП-5. Документы на основании документов ХИЗР. Еще раз вернемся к финальному балету. 50 документов, которые находятся в УЧИ-ЧИ-ЧИ. И о том, что именно по этим документам становятся как правообладатель всех ресурсов планеты. Благодарствую. Благодарствую. Так, девчонки, давайте завершать. У меня не осталось времени. Оставим все остальные вопросы на следующее воскресенье. Надеюсь, будет Барбара. Надеюсь, найдется время. Я же говорил, не вопрос определяйся со временем, местом, где, когда уведомляйте меня чуть заранее, там за 2-3 дня подстроюсь, запишем видео. Хорошо, хорошо. Организовываюсь. Вам всем благодарствую за интересные темы, особенно вот Маргарет, она почему-то вышла, что-то неинтересно стало, или пошла сейчас новый создавать. Уже создала два месяца назад. Ну, пошла развивать. Это тоже радует. То есть, перестала тратить время на пустые разговоры. Надо творить. Наконец-то, да, это точно. Благодарю всем. Благодарю. Добро, Антон. Благодарствую за... Благодарствую, Антон. Пока. Пока. Всем Благодарствую. Благодарствую.